Все, стоп-стар сделал. Рабов перебор на минералах это 25 рабочих на минералах. Больше 24 рабочих, это перебор на минералах. Открою тебе секрет. Вот. Кто тут такую лапу мне дает? Красавчик. Так, ребят, скалят энвайт, это отлично. Короче, ребят, у нас сегодня и венера, и лузера будут. Все у нас сегодня тут будет. Вот. Сейчас скалят против снута матч-венеров раунд 3, это БО-5 ЗВЗ. Блайз с фьючером сегодня БО-5 будет играть, ну через 2 часа стоит. Лузера будут, там, соул Ютермал, проб Бьян, там, и лузер Ихи, много чего там будет, короче говоря. Куда-нибудь будем врываться. Не знаю куда, но обязательно ворвемся. В общем, сегодня много всего будет. Упал, кто там у тебя упал? Сейчас проверю, как твич работает. Вроде нормально работает твич. Упал, кто там у тебя упал? Упал, кто там у тебя упал? Мордастик. Так, чё ты с ним там? Чай, ты чё? Ты чё, чайник? Давай лапу-то сюда мне. На. Ну все, чуть понабилось здесь как кильки в консервной банке, очень много людей вообще. Привет, кто недавно подошел всем, пацаны. Так, закрою лишнюю сейчас я. О, все, отлично, поехали. Ларит только стоп-стар, где я его? Так, ну скалит против Снута, ребят, продолжение ОСС, ОСС уже как такая, я не знаю, уже. Ларит только стоп-стоп-стоп. ОСС, 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 ОСС. Поехали. Так, ну что? В курсе, где Экс? Слушай, да... Где Экс? Он участвовал в Росбрейн Капях постоянно, как бы, он в Старик играет, в принципе, вот. Первый. Я недавно тут Кириллу Росбрейну отписал по поводу Росбрейн Капа, короче, вот. И, в общем, оказалось, почему тут, как бы, какие-то реплеи пропали с первого Росбрейн Капа. Часть статистики, короче, со статистикой там он просил статистику делать, короче, какая-то хрень. Вот, и Миша долго Майкер переводил, короче, приз за первое место. Короче, ему что-то не понравилось организация, я, ну, как бы, не понял, что ему так сильно не понравилось. Он решил повременить со вторым сезоном пока, ну, а что делать-то я уговаривать не буду, никого тоже, как бы. Вот, моя задача Мэджика была стримить, как бы, мы стримили, всё нормально было. Вот. Ну, может, когда-то будет ещё, может, и увидишь текст, я не знаю. Лучше пока жаль, что вот так Кирилл что-то передумал, и пока первого Старкрафта не будет, пока Кореян играть не начнёт. Опять теперь всякие эти там турики их не начнутся. Так, что дело такое, ребят, Снут против Скалетта, посмотрите, что Скалетт делает. Скалетт отдаёт 8 собак на одну собаку и одного дрона, и дальше Скалетт делает пуш. То есть это полный улын, а Снут вообще не понимает, что происходит здесь. Сейчас собаки резко стартуют вперёд, кстати, смотрите, овер вообще рампу не прикрывает. Опа, и Скалетт врывается в это окно, где вижена нет, это будет сюрпризом для Снута полным. Какой провал вообще Снут? 1-0 Скалетт, похоже, ребята, я не знаю, как здесь отбиваться. 30 собак против двух, пытается Снут тут быстрые стенки какие-то сообразить. Ну, и что дальше? Ну, Королева встала, да. Не хватит, срой юнитов, мне такое ощущение возникает. Потому что собак слишком много здесь у Скалетт. Проморгал я всё начало вообще. Так, ну тут всё резко, плохо у Снута становится. Ну, чудом каким-то даже отбился, смотрите-ка, Снут. Ну, Скалетт вейлинги пошли. Так, нет, ГСЛ в 7 утра начинается по дефолту, как бы, всё время, всегда. В субботу, но... Насчёт завтра я обещать не буду. Там будет в 7 утра ГСЛ или нет, завтра у СН, наверное, ещё продолжение будет позже, не знаю. О, как это жесть вообще. Чудеса на виражах. ГГшечка, ребят. 1-0 Скарлетт. Ну, как-то Снуд вообще не ожидал такого врыва на олингах вот этих скоростных. То есть там полный улыб был, получается, и Снуд был не готов. Походу подстраивался, но до конца ты так и не подстроился. А как ты подстроишься? Тут тяжело заказать сразу много вообще. Так что насчет ГСЛ точно вам не скажу. Ну, по вечерам посмотрим, что я просто не знаю, сколько сегодня этот турнир пойдет. Мне сегодня тоже дела, конечно, будут вечером, но постараюсь ГСЛ постримить. Кто там играет? Кстати, Затаскалит, по-моему, играет на ГСЛ, кстати говоря. Так что надо постараться постримить, но если нет, так нет. Еще 7 утра, это не всегда получится. Да, Рок Билови и Лайф Скалит. Хорошая группа такая, разные расы там представлены, Скалит. Удастся ли в РО-16 когда-нибудь пройти? Скалит уже два раза было на грани прохода в РО-16, но ни хрена. Не получилось в итоге, не срослось. Не хватило немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего лагать не лагает, не должно ничего лагать от меня, все прекрасно, и годгейм нормально идет, и все, должно рекламу пильну, кстати, ребят, не пилил еще рекламу. Надо начинать напиливать понемножку, а то... Что, 5000 рублей там заработано с рекламы пока хоть... С рекламы сатэн какой перепадет этот... Блэкпинт карты, я уже сказал, ребят, снуд красный на часе, на 7 часах скалит непонятный розоватый цвет, это тут этот вот... Ну и стандартные БЛДСи, у нас ТХАТ и ГАСПУ вообще одинаково открываются, по идее никто не должен быстро проиграть вообще... Флэм... Флэмнорд, спасибо тебе... Цены... Твич... Включен всегда, когда есть возможность, я уже об этом говорил, когда не рестрим... Ну, то есть... Чтоб ГСЛ смотреть всякие такие турниры, которые вынуждены рестримить, приходите на Гудгейм, всех рад видеть, милости бросим, короче... Вот... Так же Ютуб я сделал канал, сейчас вот он уже работает, постоянно в описании всех каналов он есть, у кого, может, он лучше будет идти, просто такие есть, то есть... Можете туда заходить, как бы... Похоже, что там один... Так... Не знаю, как смотрю, я просто не знаю, где там править смотреть... Сейчас пока написано, один зритель ждет начало, что там вообще никого нет... А, смотрит один... Один человек в Ютуб смотрит... Ну, кому Твич работает, как бы все привыкли, Твич, Гудгейм там... Ютуб пока непривычно просто... Я не знаю, может он, кстати, не выводится в игры, там, Старкрафт, я не знаю, где этот раздел там... Ну, вообще, как бы... Вообще, как бы Старкрафта добавлен туда, что Старкрафта-то? А, Нью-Вегас, какой Нью-Вегас Ой, Валерик Так, все, перемещу Сейчас я Там просто Нью-Вегас стоял Фоллаут бегал, походу Ребят, посмотрите, что Скаллет делает Пока я тут вам рассказываю про Твичи Ютуба Вот Скаллет опять делает All-In Это Бэйлинг Баст, ребята Очень-очень-очень прям ранний У Снута Бэйлинг Неста нет Это очень плохо для Снута Конечно же, Бэйлинги заходят Там контратака идет У Скаллет еще пачка собак Просто нереальные пачки Давно я не видел, что Скаллет так прям агрессивничал Вот на таких стадиях ранних игр Обычно Скаллет предпочитает, мне кажется, такой же, как Снут Стиль Посидеть, все спокойно, стандартно сделать У Снута 18 собак до заказа Но на лимит уже меньше, чем у Скаллет Причем рабочих Уснута больше То есть боевой явно проседает сейчас Бэйлинги начинают взрываться Тут такая пачка бэйнов Жесть, просто какая-то Рабочие выходят ГГ пишет, Снут, ребят 2-0 Просто Скаллет Выносит Снута что-то, я не знаю Ну Снут в Венерах находится То есть он в Лузера упадет Если проиграет сейчас Ну вот так вот Скаллет подготовилась Готовилась 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 В ЛДСФ подписаться на премиум Спасибо, В ЛДСФ тебе Премиум Вообще чудо Ну после того, как наразыгрывал Особенно А, ребят, кстати Вчерашнюю запись на ГГПлеере Я выложил Надо бы плюсануть, ребят Обязательно ее, эту запись Потому что, ну, не видит никто ее пока что ВКонтакт-то выложил уже А сюда не выложено Так, что плюсуйте Чтоб выплыла эта запись Короче, на главную Для тех, кто в записи смотрит Чтоб на ГГУГе увидели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же, ребят Третья карта Опять 17-я хата Газпул там и там, ребят Ну, третий-то раз в агрессию идти Со стороны Скалет Это будет уже перебором И Снут, понимая, видимо Это играет сейчас в Опять 17-ю хату Газпул Ну, вот не знаю Может быть Скалет опять агрессивно сыграет Может Корея тренирует Скалет Корея заставляет быть агрессивной Понимаете? Милая девушка Хрупкая красавица Скалет Корея заставила быть жестокой Понимаете? Как ван-дам это, бляха-муха Мотаешь руки бинтами, короче Эластичными Мокаешь там в расплавленную эту Хрень, короче Потом вбитое стекло И выходишь биться против Снута Скалет, понимаете? Ее Корея Научила Все, ладно Хорош нести всякую херь Ну, реально Что-то два раза Такой пуш Снут вообще не готов То есть это Обычно Скалет так и не играет Ну и правильно Надо всегда уметь И то и то сыграть Это очевидно А в этот раз с бронькой Смотрите Вот, кстати, идеально Мне кажется 2-0 ведешь И удивить Какой-нибудь броней Там какой-нибудь херней Такой Ранний тайминг Да, эволюшн Скорость И скорость пользы Это бронька ранняя Первый матч Вообще Какой первый матч Против тирана Вообще Про что ты говоришь Так Приходит Ну, кстати Спалил он Спалил он Бил Скалет Сам ставит Эволюшн ответный То есть хочет тоже Грейт сделать Третью Ну, да, грейда-то Можно потянуть С бейнами будет Да, как бы Не хочет снуть Без грейдов Играть против Брейджиных Скарлетлингов Ну, Скарлет Беллинг Нес То есть Конечно Беллинга Линги с броней Против Беллинга Лингов Без брони Это, ну Замечательно Для Скарлет Третья пошла Да, в догонку Коготь Снут Заказывает Сейчас Так Начинается Беготня Туда-сюда Все Готов Ускалит Готова Броня Делается Коготь Не знаю Кем там Скарлет Стала Но не играла Она так Агрессивно Раньше Тем более Две Карты Подряд Вообще Так Модели Да Про модели Я уже говорил На самом деле Просто надо Модели нормально Делать Чтобы Ну Прорисовывать Так Чтобы они Не соответствовали Грейдам Как бы Понимаете Нахер Такие Делать Нахер Этих Роучи Сделали У которых Сверху Шипы Как Закупка Вообще У них Что Ему Не хватает Этого Фантазии Чтобы Сделать Что-то Другое Нормальное Что-ли Я чуть Не понимаю Просто Этого Момента Я вообще Уже Грил Давно Что Если Модели Ввели Надо Модели Вообще Вводить Чтоб Везде Их Можно Было Ставить Смысл Иначе В этом То 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 Там На Интернешналах И везде Это же лишняя им реклама То есть Люди смотрят Ага У пацанов Модели Они покупают Естественно Конечно Все это С какой-то стороны Потребительство И полное дерьмо Я уже говорил Да Там Покупать Виртуальные Картинки Какие-то Которые Когда игра Просто Перестанет Быть популярной И нахрен Никому не нужны Будут В общем Но это тоже Как Такое Временное Вложение Получается Так-то На этом Многие деньги Зарабатывают Они везде были Наоборот Просто нужно Их делать Как-то нормально Ой Скалит Что тут Взрывается Все В этот раз У Снуто Смотрите Больше лимита Ну У Скалит Лучше Грейды У Скалит 1-1 У Снуто Только Только Коготь Ребят Ну У Снуто Просто Гигантский Лимит На 20 Больше На 30 Почти Боевого Больше Я боюсь Что в таких Условах Скалит Будет Крайне Сложно Отбиваться Здесь Бейлингов Смогут Ли собаки Имеющие На 1 Грейд Больше Сейчас Нормально Куда Скалит Убегает Постоянно Я не понимаю Ну Вот Отдача Третьей Базы Так А что Бежать Зачем Было Бежать Сюда Надо Было Размениваться Как-то Более Менее Лингами И все Вот Мутка Выходит А что Эта Мутка Сейчас Сделает Я не пойму У Снуто Там В роуч Пошел Выход Скалит Вроде Как Смотрите У Скалит Рабочих Больше Может быть Это был И грамотный Ход Действительно Со стороны Скалит Я просто В ЗВЗ Не шарю Я действительно В ЗВЗ Слабенько Так шарю Ну Относительно Этого уровня Вот У Скалит Сейчас 2-1 Миличные Будут Нету Этих Спорок Вот только Сейчас Спорки Будут Третью Восстанавливают И все А Смут Будет Сидеть Долго Сейчас То есть Ему Надо Гидроден Делать Гидролисов Каких-нибудь Или что-то Ну Чтоб Муту Разобрать Есть Оверов Где Подрезать Тут Терю Скалит Получается Вот Еще Один Овер Висит Халявный По Лимиту Близко Рабочих Больше Кстати Говоря Можно Второе Броню Делать То есть Прикиньте Здесь Можно В хайф В ультру Там Потом Выйти Вообще Жесть Будет В общем То Все правильно Скалит Делает Похоже Похоже На то Под спорками Летать Не надо Сильно Муталисками Муталисков Девять И хорош А это Вообще Масмуты Это Масмуты И Линго Беллинги Опа Давным-давно Этот стиль Я не видел Скалит Ставит Четвертую Хату Абсолютно Верно Потому что Контроль Карты Остается За ней Сейчас Ну 2-1 Грейды Делать Но Знаете В чем Дело Что Раньше Когда Муталинга Беллингов Стремится Лимит 200 То Просто Роучи Гидрой Или даже С реважерами Это не разобрать Почему Потому что Беллинги Хоть как До гидрой Докатятся Когда их Мало То есть Тогда Могут Роучи Затанковать Раньше Это все Микозом Контрилось Тем более Он останавливал Просто Юнитов Роучи Гидра 2-2 Грейды Плюс Микоз И Муталинга Беллингов Зерк с руками В клам Контрил Просто Сейчас же Сейчас же Совершенно Другая Ситуация Причем Не в пользу Линга Беллингов С другой стороны Тут Брудов Можно перейти Везде Нюансы есть Но сейчас То есть Вот какое Здание Понимаете Киюнь То есть Люра Даже Не нужны Даже Не нужны Инфесторы Что-то Кидать Там Просто Делаешь Роучи Гидру И люркеров Там Штучек 8 Копал их И Линга Беллинги Просто Зазал Будет Их Там Десятки Гибнуть Как бы То есть Блин Скалит Туго Будет Но Муты Плюс В чем Она Всегда Может Идти В размен Но Как только Снут Поймет Что Скалит Масит Муту Просто До конца Тут И это Масс Масс Мута То он Просто Скорок Увеличит Количество Везде По Видимому И Попытается Таким Образум Отбиваться Гидра Начинает Выходить Гидре Скорость Готов Скалит Четвертую Снут Отменяет У самой Четвертой Уже Качается Во всю 67 Дронов На 61 Снут Слушайте Ну пока По экономике И вообще По контролю Скалит Доминирует Здесь Это факт Но Так Это Роуч Копороуч Поперли Чуть Не понял Почему-то Скалит Перестала Грейда Намутку Делать Там Ошибка Очень Большая Надо Муталиском Продолжать Стамповать Грейды Если Муту Масишь Атака Есть Вторую Атаку Броню Там Блин Я не знаю Снут Уже Какие-то Ой Тут Взрывы Пошли Просто Гигантские Взрываются Рабочие Снут 44 Дрона У него Остается Роуч Идут В отдачу Снут Ничего Умнее На 20 Муталисков Снут Все это Время Снут Сегодня Сонный Там Что-ли Я не знаю Или чего Вообще У них Рано Да По времени Но Снут Такое ощущение Вообще Не понимает Что в игре Происходит Как мне кажется Он даже Не понял Что Скалет Не 8 Муталисков Построил И в землю Свич пошел А Что Масмута Начался Снут По-моему Этого Вообще Не понял Здесь 33 Муталиска У Снут Вообще Ничего Нет 8 Гидралисков 3 Роуча Какие-то Инфесторы Стремные Пошли Здесь Надо было Роучи Не отдавать Копить Гидру Делать Люрки Рофф И просто Какие-то Выходы Делать Пытаться Наверное Я не знаю Теперь Просто Доминирует Скалет Сейчас Мута Прилетит Минус Порг Да это ГГ Ребята 3-0 Вообще Скалет Снута Рвелась Просто Скалет Корея На пользу Идет В отличие От некоторых Игроков Которые От Коре Едут Там Ничего Королева Гидра Пришла Скалет Решила Что Надо Уже Бой С ними Принимать Смотрите Скалет Конечно Че бой Не принять Все Трансьюзится Но энергия Моментально Кончается ДПС От муты Заходит Просто Нереальный Дэмэдж ДПС Я не считал Дэмэдж Нереальный Заходит ГГ 3-0 Вообще Как По Не знаю Как По Учебнику Скалет Раскакивает Что Называется Ну И Надо Дальнейшую Какую-то Игру Искать Сейчас Ребят Опа 10 Плюсиков Есть На вчерашнюю Запись Спасибо Всем Дальнейшую Так Ну Что Ждем Продолжения Очень Странная Какая-то Оснута Сегодня Игра По-моему Была Рейнер Кажется Играет Данный Момент Тоже А с кем Он Играет С Чиком Рейнер Которого Блай Обидел Вчера Дальнейшую Дальнейшую Так Ну Что Крайноручек Упрыгнем Это Китаец Против Неплохого Зерга Европейского Я думаю Что Надо Посмотреть Блай С фьючером Через Час 29 Проставлено Так Еще и Неп Сегодня Будет С блаем Кстати Или с фьючером Играть Я так Понимаю Так Ну Ну Что Погнали Сюда Все Чего Ждать Здесь Нечего Тихо Тихо Так Так, счет мне что-то никто не говорит Скоро Термал Сул на Европе Будет очень скоро, как игроки Придут Ну, надеюсь, что мы успеем Посмотреть Ну, надеюсь, что мы будем делать Так, 1-0 чик Ничего себе чик-то чикает Трейнера А была его вчера унис на изи чак 2-0 просто 1-0 чик-то 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 Да, это у нас Да, это у нас Добавляем Добавляем Так, пилю рекламу 20 минут назад, пилю, спасибо всем, кто от блоги, поэтому отключает, прорывается, даже как-то реклама появилась, смотрел, что себе, на 400 на твиче, что-то народу прям, на твиче 165 людей, в гейме 265, что-то на твиче последний популярный стал, короче, Ну, многих просто лучше там идет, в общем, билд посмотрите у Чика, соцельщика первая в 3 барака, это вторая уже карта, Чик против Рейнера играет молодой китаец против молодого итальянца, ну что же, я думал, что вот, честно говоря, видя вчера как Блай играл с Чиком, я думал, что у Рейнера его 3-0 просто вынесет, Ну, видите, предсказания и мои мысли не сбываются, нифига, может, конечно, сейчас пойдет дело у Рейнера, но пока что Чик 1-0, пока что Чик 1-0 Ну, а после этой пары по обстоятельствам будем прыгать, соответственно, куда-нибудь, не знаю, понятно, что ориентир на Блая, но Блая еще позже будет играть, только Сегодня много матчей будет сыграно, конечно же, часть из них будет параллельно идти, поэтому все абсолютно посмотреть не получится, но часть получится посмотреть Так, 10-я цеха первая 10-я цеха первая Пошла инженер к стенке 3 барака Слушайте, ну такую мощную Чик и будет выиграть Вот, может, пинк меньше, не знаю, в чем там дело у китайца Может, как-то сказали, пинку меньше, действительно Вот, Биан Пробов через 20 минут Я хотел стримить с Ютермала против Соло, я думаю, это интереснее будет, чем Биан Проба Там все очевидно, по-моему, в этой игре И смотреть-то нечего, собственно говоря Потом придется матч искать А вот Соло, Ютермал, это топовая европейская ТВТ, наверное, самых два сильных в Европе терраса на данный момент Ну и Термал-то точно Но и Соул в топ-4-5 ладера недавно сидел Мы видели, вон, силен Ну, я бы не стал загадывать Короче, там как получится, туда и прыгнем Если начнут Соул против этого, то тогда прыгнем к Биану То есть посмотрим, как там будет Стеночка здесь, так, стеночка загораживается Плюс один заказано Стим делается, факта делается Понятно, что пока нет здесь Старфорта и не пахнет им Ну, не делать же первый выход против Зерга без медиваков То есть это опасно Вдруг там бейлинги, вдруг там окружение произойдет Мариков эти хотят от Мариков на такой стадии Просто больше, чем собак 18 Мариков, 15 лингов Надо, наверное, на первые два медивака выход просто делать и не париться Вот здесь реактор, кстати, блин, не очень будет стоять Хотя, в принципе, проход есть между бараками небольшой Вот, фактор, надо будет переносить в другое вообще место Четвертый барак, снизу, кстати, делает чик У него билд какой-то странный, я бы сказал Кто-то лагает, сейчас я вижу Билд чем странный? А, это пять бараков, двух базовых вообще Но странный билд тем, что просто бараки без пристроек Производили очень долгое время, как бы, юнитов вот здесь То есть три барака по, ну, по одному Марику строить Сейчас реакторы пошли, сразу, сразу увеличится Проэкшн, пауза, видимо, Китай слагает там Пауза, видимо, Китай слагает там Игра возобновлена Пауза, видимо, Китай слагает там Так Пошел выход какой-то, ребят Извиняюсь, пока пауза была, отписал Миша Майкер просто пишет в конфет Что хотят сделать, чтобы, например Ну, то есть, у кого ютуб-каналы есть Чтобы на гудгейме ютубовские записи с канала, например, моего на гудгеймовском ютубе Сразу автоматом отображались Мне кажется, это удобно будет Мне приходится вручную постоянно перезаливать туда Посмотрим, как это работать будет Пошел двойной дроп, ребят Чик как-то прям чересчур пассивно действует, реально А че он не хочет все-то взять в выход? По-моему, просто пришел бы сейчас И вообще бы прекрасно подраться мог бы Так, вот здесь отдался Зерк немножечко, медиваки еще делаются Прилетел чуть медивак не слил Чуть 10 лимита не отдал на королеву Надо разгружаться Вот крип здесь есть Смотрите, надо крип убивать просто Чик это делает Начинает скай накидать, крип выбивать Ну два крип туму выбил А дальний-то не выбить Маряки окружены Не надо так маряков подставлять Вот реально, возьми Посмотрите, здесь какая дичь вообще Возьми вот это плюс то Бейлинги без покатуху Еще даже лейра нет Просто убить можно, по-моему, Рейнера в лоб Чик что-то тянет здесь и под чего Сейчас Ксилнагу законтролил Кстати, прикрыл выход Скрытый он получился Опа, королев заметил На стиме врыв королев Какая жесть Боль вообще для королев Королевы уничтожены Все вообще Покрошила нафиг всю стаю, блин Стаю оставил без матерей Хищный китаец Ё-моё Ну привыкли жрать все Конечно, людей много И королев съел, и все съел Ладно, у меня уже зарисовочки пошли Всякие Вне старкрафтские Ребят, стимится Чайку надо Стима я пока не вижу Че где стим-то? Вот стим пошел Био-сплит есть Сплит не идеальный Но слишком много здесь бьет Цецеху почти сгрызся Надо уводить Чинить Цецеху Собаки так Собаки Бейлинги вперед идут Бейлинги к Марикам Пытаются пройти Мариков Чику контролил Отвел 105 на 96 Слушайте, крошат Вообще крошат Зерга Бейлингов Новая пачка контроль Нет медиваки Ушли Чик Что ты творишь Какой Сплит ужасный Сейчас был Вот сейчас контроль Подвел И можно игру Сейчас слить На этом А ведь Это почти ГГ было Зергу Вот Просто взял И медиваки Не сконтролил Вообще Так Криптумор Минус здесь будет Один единственный Остался Такой Криптуморчик Подходит Био Цецеху Вычинивает Чик Орбиталку Делает Ну то что Конечно Ребят Он слил тот выход Это печаль Для него была Надо загружаться Улетать Сейчас Минки делают Залпы Минки падают Мог бы и минки Успеть выкопать Выгрузить Как мне показалось Так Надо садиться Здесь Или может быть Все нам увидят Ёпарасотек А кто будет Цецеху Защищать На дальний Бал Вот эту Третью Не понимаю Ну вот Сават Прилетели Эти вернулись Все здесь разгрузил Нормально Чик В общем что Справился С обороной Но Один один В один Один Уже И тут вторая Броня То есть Рейнер Здесь вперед Начинает уходить Технологически Но чиков Все еще Намного больше Боевого лимита Один такой Предательский Криптумор Все собака Видит в центре Вообще Мне кажется На пинге Нормальном Чик Лучше бился бы Ребят Потому что Увидели тот момент Хотя Какой пинг Просто он Не контролил В том месте Он просто Не контролил Даже Мариков А трейнера Великолепное Контр забегание Все Начинается Переворот В этой игре Ребят Поверьте Тирану Здесь тяжело Будет реализовать Вообще Потому что Здесь Постоянно Идут Забегания Здесь Юнитов Маловато Мариков Вообще Мало Тут Два Мародера Они танчат Конечно У них Гидру Не дамажит Нормально Сливаются Медивайки Сливаются Маринеры Ой Сейчас Смог бы И два Мародера Слить бы Даже Так Рейнер Вывел Линга Можно Минку Забрать В принципе 109 120 Все Рейнера Больше Вторая Броня Через 15 Секунд Будет Уже А это Значит Все Плохо Ребят Ядра В центре Вот там Поломилось Есть Либераторы Так Переводится Назад 1-2 130 Все Пошла Атака Кайтит Чик Все Просрал Ну да Это Ну Не знаю Я думаю Что это не пинг У него Как-то Со сплитом Проблема 1-1 Рейнера Выливая Победа Такая Прям Получилась Ну что Вторая Карта Нам Нужна Прямо Продолжение следует... Так, жду инвайта. Ничего, инвайтнет у нас кто-нибудь... Да, вот, Рейнард. Спасибо ему. Третья карта, 1-1. Отдал, считаю, эту игру, конечно. Но он не законтролил Био свое, когда продавил. Он не законтролил Био тогда, когда убил королев. Вот он пошел в атаку. Тогда-то и надо было ставить точку. Надо было контролить просто там, как... Максимально эффективно. Чтобы медивайки всегда над Био были все засплищено. Против Бейнов, чтобы все сплищено было. Но абсолютно не сконтролил. Там вообще чик и печаль вообще. Фейковый снуд заходит. Какой-то фанат снуда. Тоже стримит. Все, всех сюда наинвайтили в итоге. Все нормально. Все нормально. Так, третья карта. Я думаю, будет горячо. Ребят, знаете, что меня единственное расстраивает? Эти кросс-серверные игры меня расстраивают сильно. То, что Европа против Азии, получается, ну, она и вынуждена на Америке играть. А у китайцев, у них и так пич. У них даже на азиатском-то сервере там пинг до сотки доходит. Я слышал раньше, как китайцы там свои турики предлагали стримить-ка его. Ну, то есть, можно было зайти там. Ну, то есть, специально надо отдельный Старкрафт устанавливать, чтобы им на север зайти. Из-за их фаервола там глобального, короче. Вот, а на Азии там у них Чик писал, что там 350-400 пин. Мне кажется, гораздо прикольнее было бы смотреть, ну, вот, как они без пинга дерутся вообще. Так, а Квин убил, не надо было никуда ничего разводить. Надо было просто взять так, как Чик взял, пойти вперед и убить-ка его. А ему не хватило контроля. Вот и все. Просто он забыл про Био в определенный момент, потому что Чик делал контр-забегание. Ой, это, Трейнер контр-забегание сделал, Чик дома законтролился. И медиваки улетели. Ну, вот, грубо говоря, вот это... Нет, вот это была база, как бы тут минералы также расположены. Био стояло вот здесь за минералами. Медиваки вообще сюда улетели. Бейлинги пришли, все, убили там нафиг, короче. Не смог никуда улететь просто. Так, вторая карта, и здесь просто дичь какая-то, ребят. Это прокси, барики прокси пошли. Вот. Ну и нужно было дома просто там отбиться. Надо было отступить, сгруппироваться, подождать прироста и заново атаковать. То есть там тайминг был идеальнейший. По катушке еще там и в помине их не было и не было бы в ближайшее время. Но энергия еще у медиваков там у чика кончилась. Био было просто немерено, а медиваков мало. Можно было третью хату вырубить, отступить в четвертую, например, четвертую убить и... Как-то так. В общем-то... Опа! Это аж 4 барака, нифига себе. Но это жесткий олэн, то есть, может, даже КСМ-ки будут выведены здесь. Я не знаю, не уверен в этом. Но, наверное, с тремя, с пятью мариками вперед чик пойдет. Рейнеру будет тяжело, очень тяжело отбить такой олэн. Аж 4 барака, конечно, это очень тяжело отбиваемая. Я тема. Так, 3 марика есть, четвертый. Ну, ЦЦХ-то готово, можно двигаться вперед. Можно двигаться вперед и нужно. А на орбиталку не хватает резов. Здесь надо еще на депуху, что ли? Да, похоже, одна еще депуха понадобится. Так, Рейнер видит, что нету ЦЦХ. То есть, он понимает, что это херь происходит. Слушайте, ну и чик прямо хладнокровно копится. То есть, до скольки он мариков копиться-то собрался здесь. Ну, бейлинг с Неста нет, поэтому печально как-то. Все, пошла атака, Рейнер все понял. Эвакуирует рабочих, плетка в тылу там, ну, второй. Собак заказ. Ребят, нет, тут плетка уже и собаки, ну, сколько мариков-то? 11. Серьезное количество мариков. Так, да куда ты гонишься-то за собакой? Ну, дает, блин. Погнался за лингами потом. Чик. Не видит он, походу, плетки в тылу там. Так, собак прямо на выходе уничтожает больших количеств. Эээ, почему Рейнер не хочет Беллинг Нест запилить? По-моему, без Беллинг Неста здесь, очевидно, без шансов. Так, хата падает. Грудлинги выходят на, а Грудлингов минус 0. Да нахрен ты на Аклике послал бы, все убил бы просто. Так, плетка вообще вне боя, оказывается. Плетку поставил, вообще от нее толку нет. Здесь 4 барака, марики постепенно даже отбились там с приростом. Так, Ролев 3 на мэне. Марики заходят. ТСН, кстати, что он бегает-то, я не понимаю. Такой пинг у него тяжелый, что он прямо вот так контролит. Странно вообще, тиран. Чуть собаку убил, марики живые. Чуть собаке в тылу выходит. Здесь прирост поток. Как же криво контролит Чик этот, емае, блин. Что он делает вообще? Я смотрю, и у меня поражает эта вся хрень. Короче, как он умудряется криво контролить просто. Плетку вэкапывает, Рейнер такой беспалево. Она пошла на мэйсити. Если допустит уход ее, то не продавит. Вообще Чик в итоге. Орбиталка заказывает. Вот он видит плетку. Надо заходить, королев шатать. Мариков, кстати, не так уж много. Здесь три королевы линги. Ё-моё, печаль какая. Здесь уже пора прекращать пуш-тирану. Пора подумать об экономике. То есть на ЦСХ уставить похоже. И... Что-то тут соображать. Четыре аж депохи. Нахрена здесь нет прохода. Че он, блин, тормоз, что ли, реально? Там нет прохода, это же очевидно. Вот, опять же, Чик криво зашел наверх, реально. То есть он зашел, и... Вот это вот, здесь три КСМ-ки было. Че он на муве-то ходил? Иди в королев, вгрызайся. Может, конечно, шпинку очень жестко, чему тяжело законтролить, реально. Но... Плохо, плохо он реализовал все здесь. Два газа заказано. Я бы на его месте ушел. Просто ЦСХу поставил бы. Мариков немерено. Вот эти все отвел от этих Хикмариков. Бараками взлетел, сюда прилетел. Четыре барака. Продакшн-то есть он. Куда ты лезешь? Че он все лезет-то наверх? Куда его? Че лезет-то? Зачем лезть-то сюда вообще? Смотрите, у него не... Ну, он не понимает, как он может здесь выйти в макро, что ли, просто? Зерк на одной базе сидит. Просто пойди ты домой, полети. ЦСХу поставь сначала на ХГ. Снизу бункера два сделай, или один хотя бы. Посади туда Мариков, делай стим-щиты, все. Здесь Бэйны у Рейнера, ребят. Сейчас Чик, если вот так пойдет вперед, он просто сольется. Бэйнов видит. Надо сваливать отсюда. Че он здесь стоит-то вообще? Не пойму. То есть Рейнер делает все, чтобы вот именно этих Мариков убить. А Тирана имеет возможность перейти просто в МакРец просто сейчас. Марики отступают. Да, взлетел и улетел, и все, нафиг. Сразу. Так, три Марика сюда, навстречу основной группе идут. Бэйны, Линги, сзади. Куда ты все их ведешь-то, да емано? Ну, это шпинг здесь даже ни при чем. За контроль-то нахер Мариков этих. Да. Бомбит, горит у меня. Тут ничего не поделаешь. Так, пытается Чик Крампи отступить. Сейчас минус-овер будет еще. Рейнер пытается овером отлить, чтобы Бэйнов сюда привезти. Да нет. Надо Лингов просто убивать. Да тут Бэйлингом без шансов зайти здесь, перефокусить их на изичах можно. Ну, хорошо, что Китай от сообразил отступить. Как бы просто ему надо было ЦЦ, ху раньше намного добавлять. И все. Био надо добавлять. Сюда два Медивака. Это совершенно качественно. Иная армия будет. Правда, без Тима тоже как бы тяжеловато. В бараке как-то все нагромождение какие-то, блин, сделай ты его. Так, все. Старфорт улетает. Барак на лабу. Факта под него лабу построила. В Старфорте надо реактор заказать. Да, пошел реактор. Газ-2 добывает. Все норм. Один рабочий стоит. Правда, что-то чик тупит в этом плане. Ну и все. Продакшн, да, попер. Здесь еще одну лабу. Реактор на этот может без пристройки. Даже работать, в принципе. Два Медивака заказать и нормально. ЦЦХ учитываю. Я третью сразу на его месте заказал просто. Даже не обязательно ей сразу лететь. Просто посидеть, как макро ЦЦХ. Мулов сюда на вторую повыкидывать. Чтобы увеличить именно со второй баз приток ресурсов. Так, тут дистанц-майнинг пошел уже. Нафига. Так, ну решил чик, что это нормальная идея. Минку вкопал. Можно и подальше было бы все на центр вкопать. Ну, может, мог с Эрк-то собачку одну прибежать. Воймани залпы сгрызть. Остальными, например, попытаться. Инженерки нет. Тут ошибка инженерки. Тоже одну инженерку. Там атака, броню просто по одному грайду делать. И нормально было бы. Первые два Медивака заказаны. Стим-щиты делаются. Если бы чуть раньше тиран... То есть, если бы он показывал, например, чик, что он продолжает прессовать. Например, два барака здесь оставил бы, да? Подстраивал Мариков сюда в какой-то момент. Здесь группа была нормальная. Просто там больше-то особо и не надо было. А двумя бы улетел сюда. Пора, пораньше бы вышел в эти грейды. Пораньше бы вышел в Медиваки. То есть, вообще, у него тут просто прекраснейшая ситуация была бы. С мейна как можно больше. Вот еще пачку сюда надо выводить. Рабочую добычу просто нормальная была. Так. Марики овера принимают очередного. Так, загруз... Вот что? Ну, нахер куда-то лететь? Почему он просто не может тупо выход сделать? Зачем лететь? Хотя, с другой стороны, страшно, что здесь стенки нет. Да, наверное, это правильно пока что. Ну, я бы на его месте просто стенку закрыл бы и всеми полетел просто туда. Оп, Рейнер пришел. Получил по щам своими собаками неслабо. Вот второй раз уже прилетает, попадает на королеву и просто сливает дроп этот выход. Просто прилетел, просрал Мариков три штуки, продемиджили Медивак и все. Вообще бесполезные дропы получаются. Вот стоит группа, выйдет и вперед, Ема. Да похи, поставил еще сюда инженерку одну или бункер что-нибудь впилил, в конце концов. Четыре Медивака уже есть. Пора тайминг четыре Медивака здесь использовать. Ну, Рейнера тоже действительно на месте не стоит. Видите, накопление, как и вот быстро лингов. Три Крипту Марачи, кстати, забрал. Молодец. Единственное полезное, что этим дропом сделал, получается, вообще. Так, один единственный мародер. Есть четыре Медивака все в этом миксе. Сколько у Рейнера Бэйна в 12? Понимаете, как бы если Пинк у китайца, то ему даже без покатух бэйлингов будет крайне сложно расконтролить. Тем более здесь королевы выжили в этой игре, а в прошлом они слились еще до боя, получается. Так, ну сплит хорошо ставят здесь юниту своих чих. Трансфюзы на плетке идут, но дэмэдж заходит по плетке. Хороший 109.27 по лимиту. Подходит еще Био. Тут все вперед идет у Чика. Трансфюзится плетка как-то очень сильно. И сейчас до покатух, если Рейнер доживет. 7 секунд буквально до покатушек остается, ребят. И тогда бэйлинги разорвут, наверное, все это Био. Плетка наконец-то падает. Био подходит. Ну да, вот по катушке. Пошла атака. У Чика сплит имеется, но этого сплита явно недостаточно. Оказалось, Био все сливается. По лимиту сразу же просел. Я этого боялся, и это случилось. Ну, Рейнер понимает, что ему делать. Наверняка у него на американском сервере пинг намного лучше, чем у Чика. И он этим и пользуется, собственно говоря. Упущенная игра, по-моему, от своей же минки сплэшами деваки взрывать. Очередная упущенная игра от китайца. То есть, вместо того, чтобы тормознуть с пушем этим вовремя, когда увидел, что зерк на ХГ залез, уйти назад. То есть, даже не обязательно было бараками вылетать, как я говорил. Просто говорил, просто ЦЦХу надо давным-давно было вторую заказать и взять ее снизу. То есть, здесь стоял, здесь ничего вниз не могло уйти просто. Ошибка, ошибка, считаю. Даже можно было ЦЦХу прямо снизу заказать. Рядом бункер, там три марика оттуда увел, бункер посадил. От небольших забеганий этого более чем достаточно. Теперь, конечно же, ребят, здесь 1-1 грейды, 2-1 делают. Вторая броня рейнжовая. Это поражение для Чика. Тут он абсолютно ничего не сможет сделать. Это я уверен в этом абсолютно. Тем более, как это он загрузок тут делает. И первые выходы от него. Куда он двумя медиваками летит? Возьмите все это. Сверхсильный выход консерго вообще. Прикиньте, вот он пришел бы там вэрингов 6, как бы было бы там 20-30 собак, а он бы всей вот этой массой бы пошел. Просто надо 2 депохи, там и инженерку сюда, и депоху закалал, стенку быструю симпровизировал. И все прекрасно. Факта стояла, вообще не работала. Вот, 2 депохи, факту сюда посади, депоха, блин. Ну, Рейнер видит, что чик дропаться хочет. И все нормально, короче. Так, вниз, вверх, перед дропа. У нас канты. Крип внизу чик шатает, загружается. Улетает. Гидра здесь есть. Аккуратнее на гидре надо быть. Сможешь слить все в хлам. Опять здесь дроп двойной какой-то идет. Потому что Рейнер грамотно плетку транслизил. Понимал, что ему надо как раз дожить до покатушек. А с покатушками уже все нормально будет в плане драки. Смотрите, 2-1 грейды против 0-0 био. Как вы думаете, 0-0 био против 2-1 драться? Это вообще, по-моему, дичь какая-то. Ну, сейчас 1-1 хоть у чика будет, и то хорошо. Ну, 157-108 по лимиту. Уже лимит боевой просто. И любой тут, как бы, печальный. А, здесь еще и когут есть. Вообще жесть. Так, еще плюс барак у чика появился. Армори готово. Я не знаю, сидеть, сидеть 2-2 делать. Как бы, что тут еще дома, блин. В атаку вообще чику просто без шансов идти. На крип пришел сразу, ГГ написал. Реально, как бы, дома сидеть тоже как-то вроде. Зеркф-то тоже раскачет 70 дронов. Он уже четвертую занял, Рейнер. Может, вот эту базу поставить здесь крип есть. Ну, либо дальнюю. Здесь, как раз, крип тоже срастется с этим. Да, там дропчик именно одинарный, двойной. Там вышел крип, пошатал, и нормально. Здесь уже он крип почти на третьей базе получается. Крип-то мы где-то. Опять чик-кот загрузился, полетел прямо через собак. Сейчас Рейнер зайдет, Гедрой, смотрите. Берешь, заходишь на третью, и все. Оп, успел увезти. Значит, пинг нормальный более-менее. Успел увезти линк. Так, здесь линкев-мариков накидывают просто. Сейчас свои же минки, свое же био покоцают вообще. Гедра ломает, Гедра шатает. Я не знаю, зачем Рейнеру тут назад что-то отводить вообще. Можно убить просто. А, здесь есть собаки и Гедра, здесь все есть для обороны. Грейды доминирующие, две брони. Сливается чик, здесь до церкви ему падает ГГ. Я же говорю, то есть 1-0 чик повел, а дальше-то что? Рейнер силен, вот что дальше. Рейнер силен, вот что дальше. Рейнер силен, вот что дальше. Так, чик отказывается играть. Очень лагает, говорит. 400, ну, блин, все время 400. Нахер он-то эти турниры играет, вообще не пойму. Теперь ныть что ли? 100, ну, блин. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, ютермалы нет менять. Всё, сейчас соулы ютермалов. Всё, посмотрим. Мне кажется, это лучшая пара, которую можно сейчас найти по силам. Пробы бьян там ещё, конечно, будет. Но там, по-моему, 3-0 очевидные кайвы. Не знаю, есть ли в этом смысл вообще. Стремитесь матч, может быть, ещё успею я туда. Тем более у них кросс-серверная, там игры вообще. Продолжение следует... Куровирк поддержал ваш канал на 133 рубля. Спасибо, Куровирк. Давай квали. Что давать квали? Какой тебе квали давать? Не понял. Про что ты хочешь вообще от меня? Завтра, кстати... Так, завтра, погодите-ка. 13-16. Почти завтра плей-офф этот... 14-го вот января веск можно посмотреть будет. Это какое-то воскресенье у нас будет получше. Блядь, всё. Хер выйдешь куда, чё поделаешь-то? Где-то в 6-7 утра вставать? Жесть вообще какая-то. Ну ладно, я постараюсь, ребят. Я как бы не буду ничего обещать, но... Я говорю, постараюсь, я обычно стараюсь. Так, что и термал там на флуде вообще. Как я говорю, термал обомбанул. Еще с интернетом у него так вообще. Я могу, говорит, сломать компьютер прямо сейчас мной. Опа! Култи 30-чечку присылает. Где он вообще сам-то этот Култи есть? Забанен, наверное? А не, ни хрена. Вроде не забанен. Спасибо, Денис. Спасибо всем. Сейчас, ребят, отлить охот. Сейчас быстро, просто секунду. Отойду и вернусь. СМ готов! СМ готов! СМ готов! СМ готов! Продакшн не поставил, извиняюсь вам. Телефон на зарядке стоит. Поставить надо было. Ютермал против Сууа! Смотрите, Ютермал делает два прокси-барака рипера. Здесь один рипер с мэна. Кстати, на этой карте ведь не запрыгнуть негде на мэн даже. Как-то Ютермал опасные билдыки и доиграет, по-моему, чересчур. Суул сразу бункер запиливает. КСМ-ку можно было повезти. Селотиай поддержал ваш канал на 74 рубля и сообщает. Блай, пидр. Дурачок-то, ё-моё. Любовь у Култи с Блайм. Тут уж ничего не поделаешь. Просьба воздержаться от оскорблений. Короче, прилетает Ютермал. Одного рипера потерял. Второй еле... О-о-о-о-о-о. Сул зажал всеми рабочими. Ну все, здесь бунгер, ребят. Надо снизу, видимо, короче, риперов оставлять у Термалу, переходить в факторку, что он и делает, и все. Так, один барак на разведку. Рипперы тут за Старфором запрыгали. Как-то так вообще. Летает тут, разведывает Ютермал. ЦЦХУ Ютермала снизу. Слушайте, ну он ЦЦХУ снизу ставит, как бы. То есть он нагоняет в этом плане. Почему ЦЦХУ раньше у него, чем у оппонента его. И... Здесь аж третья ЦЦХУ на ХГ пошла. Ой, термалкир делает. Два рипера отдал сейчас на мою. Ну дома циклончик второй уже делается. Поэтому ладно, нормально. Барак вернулся и рейвен заказан. Ну вот два рипера плюсом еще. То есть три рипера, два циклона. Конечно, лучше смотрелись намного, чем один рипер, два циклона. Итак. Так. Рэйвен готов, насколько я вижу. И здесь Рэйвен все меняется местами. Танчики пошли. То есть стимпаков ранних нет ни у кого вообще. Фига рипер такой прилетел. Сюда аж залетел и еще улетел. Успел. Тут, конечно, соло не до контроля больше, чем ютермала. Заслуга получается. Все места меняются. Барак на лабу, барак на реактор. И третий реактор под еще один барак. Кривую термалку садил, пересадил. Все, стим пошел. И усовывая стим делается. То же самое практически у него. Кайбай нахрена такое нагромождение зданий делать. Как юниты отсюда будут из барака. Вот из этого будет вот так. Вокруг Малику надо идти. Вокруг всего просто. А это не очень хорошо, естественно. Две инженерочки добавляются на второй базе. Усовывая. Вошли апгрейды. Только атак пока заказаны сотки газа не хватает на броню. И термал с одной инженерки, я так понимаю. Да, с одной инженерки делать. Зато плюс еще два барака. То есть пять сейчас бараков будут заработать. То есть термал как-то получше. Мне кажется, здания стоят. Здесь проход есть. Здесь проход. Вот единственное, наверное, этот барак. Вот между этими надо было сделать. Немножко проходят. Но это тоже мелочи все. Циклоны туда-сюда чуть ли ездят. Кстати, Ксилнагу мог бы проверить во вторую, на самом деле. Ее термал, но он не проверил ее. Сулу уже третью цеху занимает снизу. Причем она перелетела готова. Осталось рабочую перевезти. А ее термал, это третий, только-только делается. И, ну, рабочих у нее разве что побольше в какой-то момент было. Сейчас уже и не больше, нифига. А как я сейчас смотрел? Куда я смотрел? Это у Сова, наверное, больше, чем у термала было. Или А4 с пятеркой перепутал. Что-то вообще сейчас даже сам не понимаю. Все, медивайк с реактором. Ну, боевого у ее термала, соответственно, больше. Это нормально. Но сейчас, конечно, будет тайминг, когда у термала будет плюс один. А у Сова не будет грейдов вообще 0-0. И, ну, секунд 30. Тайминг будет. Но сейчас-то в итоге у термала не будет щитов в ближайшее время. А у Сова щиты доделаются 1-1. А и брони у термала не будет. И без щитов его марики будут. А вот это совсем печально как-то выглядит для ее термала. То есть, если он давить хочет, ему будет очень тяжело это сделать-ка его. Ну, боевого лимита больше на 22. То есть, на 3, где-то на процент 50 от Соуловского. И это значит, можно. Можно приходить. Может, позицию занимать. Вот очень вовремя сенсорки Соуловка же запилил. Он уже сейчас будет все видеть вокруг, что происходит. Как раз и термал сюда двигается. Щиты делают. Ну, конечно, щиты будут чуть позже. Ну, Соулы 2-2 пораньше закажут, походу, и термала. Ну, все, уже пошел. Пошел ее термал. Все, Соул, смотрите, у него запестрило здесь на радарах. Просто на его сенсор-таурах дают. Видишь, на них выход идет очень серьезный. Ну, кстати, есть Рейвен, и у него 200 энергии. То есть, он может сколько юнитов заблокировать? Он может... Он может 4 юнита заблочить. Только представьте, это где только этот Рейвен оказался вообще. Так, Гватан подблочил. Ну, все, я термал позицию занял. Смотрите. Вроде как не суперудачно позицию занял. Но Рейвен светит. Здесь Соул наставил здание, как у Ютермал также под мейн получается. На мейне дроп не получился у Соулова. То есть, Барак падает раз с реактором. Барак второй под удар попадет вообще. Привет, Пека. Ну, я и говорил, что странно, что Ютермал вообще играет. Этих риперов получается. Но риперы можно как бы просто вовремя остановиться, уйти как бы... И не превращать это все Улына, перейти в экономику. Так, Армари падают. Отменяет 2-2 Ютермал оппонент. Соул без 2-2. Соулу будет тяжко. Соул драться собрался. Слушайте, а драться будет страшно, потому что... Так, вот, смотрите. Минус 2 танчика, например, в бою. Марики сплит с Ютермаловскими. Там 3 танка осталось, правда. 4 Ютермала, в свою очередь, осталось. Перевозит Мариков назад. Хочет танчики прикрыть. Кстати, Ютермала Марики-то прикрыли. Смотрите, как туда-сюда летают. Мой мобильный отряд просто такой получился. Но... Ну, не очень-то он мобильно. Под танками сейчас просто отлетел. Загружается Ютермал. И 2 танка эвакуируют. И подводит еще просто группу гигантскую. 10-4 Медивака и Викинг. И Био туда из-за Мариков. Штук 30, наверное, да даже больше. 12, здесь 24, 36. Там 3 танка, короче. Много все. Еще здесь 2 танка. Уже 5 будет в итоге. Так, Ютермал стимится. Кстати, 2-2. Заказал Ютермал, а тут атака вторая. Но один грейд отменил, второй делается. Аккуратней надо быть. У Соло очень много танчиков здесь вообще. Дроп на мейн будет сейчас, похоже. Вот Ютермал. Да, пошел дроп, который застает вора всклох. Соло это очевидно. Сейчас, видите, на мейне ничего нет у него. Правда, танк дамаженный тут хлам вообще весь. Сейчас вот этот снизу 2. Может, минус будет прям? Да, раз танк минус. Скана нет. Наверное, вниз было сразу бы как-то. Откуда Ютермал знал, что там танк вообще будет? Этот танк вообще спасает, конечно, Соло в этой ситуации. Но зато Ютермал со стороны второй базы приходит и все разберет. Блин, этот танк и сюда валит, на самом деле. Здесь бункер спас. Если бы не этот танк, тут вообще плохо все было бы. Уже у Соло еще хуже намного, чем сейчас. Ютермал здесь зачем-то убивает инженерки, у которых ничего не делается. Он просто не видит этого, что ничего не делается. Ну, это вот ПЛ какой-то, по-моему, от Ютермала. Сейчас бить было эти инженерки. Но все равно в плюсе остается. В плюсе остается. У Соло 2.1 Грэйда и у Термала 2.2. Сейчас будет атака на танки здесь делается. Ну, тоже будет готова. Не отменить будет. 63-71. Ну, то есть боевые лимиты близки, на самом деле. Соло может еще контратаковать, попытаться. Не, ну как этот танк удачно здесь встал, конечно. Это жесть. Если бы не этот танк, я думаю, ГГБ уже было бы. Сулю! Стинку в стол поломился. Хотел наверх зайти, по-моему, даю. Термал, где танчик свокусил, отступил. Медиваков у Ютермала просто дичь. 11 штук. То есть, прикиньте, все пехота лечится. По грейдам обогнал. Полтора кага за перекоску. Куда его подыграть? Куда его некуда тратить сейчас? Ему просто в такой игре, когда макро слабо. То есть, это когда игра, там, 4-я ЦЦ, какие-нибудь. Либератора с тренджом уже пошли. Танки с двух факторов. Вот так газ этот весь потратится. В этой игре некуда. Здесь пехота в основном продакшн, как бы. Мусол пытается с либерками здесь что-то сделать. Так, стимится Ютермал. Отгоняет либераторов. Минус нул. Солл бой дал. 1-2 в 2-2. Ютермал, либератор расставляет. Здесь, короче, печалево. Какой-то соус сделал. Взял, просто развалился зачем-то. ГГ написал. Но он не видел, как здесь удачнее подраться. Как бы... Как, точнее, удачнее игру вывести в лейпс, чтобы были шансы. То есть, он решил, что надо именно подраться сейчас. И другого варианта у него нет. Вы сами видели. Все прекрасно. Ютермал, молодец. Тащил, тащил и втащил все-таки. Так-с. Надену-ка я носки. Еще-то холодно. Вообще жесть. Остало прям. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 полетал ствол, что-то я, кстати, начал, и сразу начал в голове гонять, вот в этом, как надо, как организовать, как запилить, как бы, ну вот, какую систему сделать, там, на этот, Царь Горы, например, вот СНГшный, ну, есть идеи, как бы, посмотрим, получится реализовать, может быть, я вот думаю, 15-го числа, в день рождения, как бы, что-то такое подзапилю, не знаю. Пока, честно говоря, не знаю. Шесть рабочих минусов у Терманова сделал, но как-то дальше, вообще. Так, есть сетка, там всё, расписание есть, поэтому смотрите по плане расписания, смотрите в сетку, вот, во сколько, что будет, не знаю, тут меняться может всё на ходу, как бы, если раньше игроки приходят, например, пары могут местами поменять, такое бывает, но не всегда, конечно. Ну, и термал, единственное, что цеха, раньше, как бы, он, пока рабочих-то отстраивает, пока ещё соул перелетит сюда, получается. Так, надо ли ему мул выкидывать, решил выкинуть, нахер на тот же самый минерал, что этот мул работает, зачем вообще. Кинул бы вот сюда-то, не знаю, надо жирные минералы высасывать мулом, где больше резов получается. Вот, например, здесь 5 осталось, наверняка мул сюда впадал, всё, теперь рабочие здесь не так эффективно добывают уже. Всегда, ребят, мулы вкидайте на там, где 1500 минералов, а не где 9 соток вначале, не вот на 1800, тем более. Не на ущербные в два раза меньше, а на жирные, почему? Потому что тогда они будут синхронизировано кончаться вместе с этими маленькими. А это значит, что 16 рабочих максимальную эффективность дольше иметь будут, как бы. Вот. Так, салу какие-то выходы здесь пытаются делать. Блайва-то, я не знаю, как бы, надо... Я просто планирую, как бы, но тут от времени будет зависеть от того, как у меня тут в реальности дела будут обстоять. Обещал Яндекс там помочь с этим, можно там Жене отписать, можно даже вместе с кем-нибудь закомментикать его. Вот, тем более, там пацаны вон создали фановую, короче, челлендж, да, там, по ладеру. Когда, ну, там они закончат, оттуда людей позвать. Там Блай, Димагу, может, Братка, если захотят, не знаю. Там Блай, Димагу, Братка, если захотят, не знаю. Так, Суол начинает движение к Ютермалу, в то время как Ютермал уже двигается к Суолу. Разница в чем, посмотрите. У Ютермала есть Стим, но нет щитов, а у Суола есть щиты, но до Стима 10 секунд осталось. Сейчас бы Ютермал мог провалиться вообще. Хренат там навесги поднял, это один коэффициент на что это вообще, экспресс какой-то, что ли? Так, ну что, вот этот хороший очень передроб от Суола получился. Ютермал вообще не на мэйне находится, то есть Суол начинает все громить, до эпохи тыл барак по стрелке, этот танк по бараку стреляет. Здесь Ютермал тем временем выход на Суола делает. Смотрите, оп, Сич, ну второй. Ну на самом деле здесь второй базы Ютермал будет решать вообще. Так, Ютермал Суола переагрил просто. Танчик забрал Суола. Вот видите, Суол на мэйн делает дробь, я поражаюсь просто. И все равно Ютермал приходит, а его снизу как-то зашатал здесь. Передроб обратно на вторую пошел, здесь все прикрыто. Ну второй, кстати, не прикрыто Ютермала. Суол находит уязвимое место. Но здесь-то мэйн ему уже тоже убивает Ютермал. Танки есть, все есть, здесь Ютермал отбивается дома. 80 на 40 по лимиту. ГГ, Суол пишет, 2-0 Ютермал. Очень близкая игра, размены Ютермал лучше сообразил. Лучше сообразил, что здесь надо сделать, чтобы победить. Молодец. 2-0 Ютермал. Вот видите, все есть. Всё. Всё. 4-0 Ютермал. 7-4 Ютерм. Норм go. Продолжение следует... 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 было бы. Так, у Чермал не дал нормально Соулу, кстати, ЦЦ-ку закалится на лоу-граунде, пилит КСМ-ку, но понял, что сейчас уже рипер выйдет и уехал нафиг отсюда. А соул, что и соул уезжает. Кстати, тут можно рипером было в КСМ-ке эти нагонять, но навстречу другой рипер оппонент полетит. Так, у Чермала рипер то побеждает. Вот соул дает. Ай-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра! Ушел на ХГ, второй пришел. Ну, вместо того, чтобы попытаться дать... Вот смотрите, да, как все обернулось. Это StarCraft. Прилетел Ютермал. Видно было, что он Рипера убьет, Соуловского, если тот не улетит. Соул очень четко гранаткой откинулся назад. Ютермал, Рипер на нее попал, подпрыгнул, отскочил. В итоге он решил фокусить КСМ-ку. На КСМ-ке одной ХП осталось, а здесь второй Рипер вышел, тот ушел, а этого минус нуль, и в итоге Ютермал Рипера-то потерял. И вообще, как бы, это песчину. То есть, когда такие моменты происходят, может и бомбануть реально. Ну что, ну тут. На грани все, просто на грани. Так, два Рипера на мейн залетает. Так, пошли. Неплохо, неплохо. Шатает, шатает Соуловый Риперов Ютермал. Будет ловить сейчас Гелик, и быстрее Риперов гоняют. Ну тут уходит, регенится-то начинайкиш, но я думаю, что от Геликов никуда он не денется. Тем более, здесь двух сторон облет пошел. Не знаю, мне кажется, залп успел бы сейчас на гранатки сделать. Может, не успел бы. Ну, Соула. Хочет жить Рипер Соула. И Соула его контролит. Поэтому, ну все, тут время потратил, но все-таки отдал Ютермал. Настойчив был очень-очень развитие при этом идет. Банши инвизны Ютермалу у Соула тоже самое. Абсолютно плюс Циклоны, плюс Инженерка у Ютермала, а Соул делает Инженерку. Соул делает два Барака, а без Инженерки, без Туреток, вы знаете ли, можно и затерпеть здесь. Так, Рипер плюс Гелики приезжают сюда. Кстати, Мариков зашатал, кстати говоря, Соулу и Ютермал. И два Гелика выжило, что самое поразительное. Вот Банша выходит, начинает напрягать один пул. Удохлый Гелик тянет время, теперь Ютермал понимает, здесь Баншу нужно ожидать ему. Банша к Ютермалу летит, у Соула Ревена Ютермал Туретки добавляет, и еще одну Баншу делает. То есть Туретками отобьются, его Банша явно раньше прилетит, и пока Ревен доделается, поверьте, она здесь нарежет, то есть Ютермал получает и в третьей игре изначально преимущество должен получить, может, раньше события нельзя про это событие так говорить, на самом деле. Так, вот даже Инвиз пока не врубает, вот Марики, ну сейчас тут надо врубать. Что за предоскан-то? Конечно, Банша выйдет из ренжа скана этого. Ну, все-таки зажал, да? Ну, Ревена не было, лучше потратить, поверьте, два скана, чем много рабочих потерять до Ревена. Банша вторая летит, здесь тоже Банша есть, ну, тут просто убита она, три рабочих уничтожено, там два, здесь три, ну, эффективность Банши низкая там и там, особенно учитывая, что ей невидимость делалась, как бы. Вот, ну, ну, что-то убили, как бы, вдвоем, получается. Так, Соул заметил, откуда Банша заходит, вот тот КСМ, который выжил вначале с одним ХП, поплатился он все-таки жизнью, Ка Банша прилетела, опа, выключена инвазивная матрица, сколько на секунд, кстати, стоит эта матрица инвазивная? Недолго секунд, наверное. Шесть, да? Ну, шесть, это достаточно, чтобы тут же танк заблочить. Хотел Ветермал так добить этого циклона, так даже движение в его сторону сделал, но Соул вот контролил его назад, отвел. 168-66 по лимиту, у Ветермала двухбазовый билд, выход какой-то пошел, плюс два барака, пять будет работать, факта, здесь три и Старфорд на реактор делается, вот здесь Старфорд, кстати, позиция не очень, то есть и мало того, что здесь стенка и здание, еще и здесь, то есть сюда просто вот эта какая-то площадка, но сюда не пройти будет только из-за нее. Далее, это не очень хорошо. Так, 93, 80, 96, 88 лимиты, ребят. Стим доделываются у Ветермала. Я не понимаю, у Соула цецеха, просто он вышел в цецеху, фактически Ветермал двухбазовый прессинг демонстрирует, а Соул в третью цецеху выходил. При этом всем у Соула лимит больше, блин. Тут рабочих в основном больше лимит, да, как бы, ну и боевой тоже имеется. Так, здесь Ветермал в двух сторон, пытается отбивать Соулу дробь. В итоге отдал Медивак, и дробь здесь нормально зашел. Ветермал всеми отступает, получается. Так, Соул будет загружаться, улетать на Медиваке, сбивать пытаться. Танчик от Соул тут нашатал, я смотрю. Ветермала щиты, третья цеха готов, все-таки Ветермала, но... Один-единственный, Марик вперед побежал, хочет Ветермал сбить Медивак, но нет. Марика три надо было бы, чтобы они два раза ударили, а где одному там он задолбался, стрелять, все, ну раз ударил, еще и 30 кп. Осталось бы 36 было на 6 выстрелов, очевидно, да, как бы... А, броня одна, каких 6? Не на 6. Это за 6 выстрелов 6 демножа потеряет, Марик, получается, то есть на 7. Очевидно. Так. Выход от Ветермала с 21-126, боевого чуть больше, грейды 1-1. Щиты у Ветермала есть, Соул идет сюда, попытки задепить свою базу, попытка Ревена вкуснуть от Ветермала успехом не увенчалась. Танчики заблокированы этой инвазивной матрицей, но один только погиб, второй-то выживет, как бы, получается. Подсвечивает Ветермал, вот пришел, дал ему Соул занять позицию, а Ветермал его и напрягает в итоге. Можно резко сорваться на мейн попробовать. Смотрите, 4 медивака, 2 танка, все вилл загрузился, даже в 3 медивака все влезет, в этот не надо совать ничего. 6 хп у него будет уничтожен он. А, кстати, почему 6 выстрелов? Там же грейды, наверное, были тогда, я вот когда говорил, то есть 7, все-таки 6 грейдов, плюс 1 как раз. Так, идет Ветермал вперед, опять заблокирован танк. Ай, как Соул вынесу нафиг, короче. Прям под мариками начал грузиться Ветермал, и все просто, медиваки были зафокушены, Соул вручную, походу, и фокусил, и вы видите, что все слилось нафиг. 4-5 аж целых медиваков дроп пошел от Соула. Кстати, Ветермал его ожидать не будет. Вторая атака там и там заказана. Ну, то есть минус третья база, но Ветермал, кстати, на вторую в это время заходит, стимится, то есть он понимает, что здесь ничего нет у Соула, заходит на ХГ, 10 грейдов в инженерке не делает, танк вообще не в бою почему-то. Что Соул делает, а? Тьмой, какой он топор вообще реально? То есть я смотрю, поэтому ему и не выиграть никого нормально. То есть он боится лететь сюда и просто назад возвращается. Ну что, зачем? А я с другой стороны отбил, но сейчас полетел сюда в дроп, просто всех рабочих и третью забрал бы, и все. А здесь, мне кажется, с приростом рано-то или поздно он отбился бы. Хотя здесь тоже рабочих отдал. Спорный момент. То есть тут пока события не произошло, нельзя говорить с точностью, что лучше было бы делать. Вот. Все от исполнения зависит. Ну все, уже сравнялись по ситуации. Только что у Соула лучше было, чем у Ветермала. Но знаете, что я думаю? Учитывая, что там 5 медиваков было, в идеале, конечно, 2 сюда полететь, 3 вернуть, как бы с приростом плюс часть возвращенных юнитов назад отбиться, а здесь 2 медивака бы на самом деле нормально бы нарезали бы Соуловские. Ну, что он так не сделал. Дроп Харас продолжает. Здесь на мейн врывается, прям в рабочую. 2 рабочих минус, 3, 4, 5, 6 уже. Прирост приходит. Быстрый Ютермал здесь. Прирост привел. Здесь у нас контакт на центре. Какой-то идет Соулов против Ютермала. Танчики сиджатся. Два танка Ютермаловских. Здесь Соулов вступает назад, сливает все. Мариков больше. К Ютермал просто на оклике четко дрался. Понимал, что он его здесь не меньше и побеждал. А Соулов что-то бегал, бегал и отдался. Вот у Ютермала больше по лимиту, меньше рабочих. Грейды делают. Почему-то в одной инженерке Ютермала, он в одной и делал, я так понимаю, атака на танки. У Соула раньше атаки. У Соула просто втык. У него одна инженерка-то была уже давно. Вот она работает. Во второй он просто Грейт не заказал. Во второй. Так, Ютермал пытается идти к Соулову. Да, идет. Но зачем-то Соула наламывается на танки Ютермаловские. Зачем тут, не понимаю. Это он делает. Танк в итоге под Мариков рассиджил, просрал. Либератор против Мариков не очень-то эффективный юнит, поэтому Либератор слился. То есть он одного Марика с удара убивает, но в больших-то количествах они просто выносят его в секунду. Он там стрелял в одного, в двух, убил и все. Это 3-0, ребят, Ютермал. Как это бред, Соула, делай, честно. Мог он победить, как мне кажется, но вы видите сами вообще. Видите сами, что происходит. Грейты отменяются. Все отменяется. ГГ, Соула пишет. 3-0 Ютермал. Изич какой-то просто здесь получился. Идем на американский сервис. Сейчас Блай должен начинать играть, по идее, в ближайшее время. Не знаю, где он тут, не тут. Сейчас посмотрим. Блай не вижу, онлайн. Узнаю, улайн. Он там, как. Продолжение следует... 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 Так, два линга рипера убил в лаве сейчас, но в это время две собаки-то тут в тылу шатают, смотрите. Тут они... Опа, успел на уни пробежать. Слушайте, можно еще рабочего сгрызть вот это, у него 10 хп, не знаю, можно было вниз убегать, вот че Блай здесь бегает? Вот да похо открыто, убеги ты вниз, вот нахера собаку отдавать, вообще не пойму, взял, отдал. А здесь еще вот цель лакомая была для этого псаря. Плюс 4 собаки ублая, третья хата, а, плюс 4 вышло и 10, а, 10 вышло уже и 10 строится. Это явное подгрызалити сейчас, будет явное. Блай тут забегает таким образом, чтобы не видел его оппонент лингов. Ну, 20 собачками нужно очень сильно нагреться на самом деле. Причем можно даже, если эволюшн есть, а эволюшна нет, передроб сделать, поэтому не получится. Но с другой стороны... Так, рипер пролетает, Блай видит, где этот рипер находится. Две собаки, значит, тремя, конечно, лучше бы рипера принимать. Так, одного линга вперед, Блай повел, фьючер контролит, отводит своих геликов. Блай врывается, рабочих начинает хавать, до гелионов добежать нормально не может собаками. Все в кучу жестко, е-мое, провальное какое-то забегание. Три рабочих, одного гелиона сгрыз, 20 собак отдал. Просто провальное. Ну как провальное? Ну, размен, но не в пользу Блая. Да, смотрите, причем у него все потери, то есть это вот 22 собаки как раз здесь и были. То есть вообще не в плюс. Совсем не в плюс. И рабочих не подстроил. Ну, в плюсе как бы по рабочим, ладно, но такие забегания должны эффективнее проходить. Надо либо ждать, пока гелик уйдет, либо грамотнее окружать их, пытаться, я не знаю. Ну, ладно, ладно, ладно. Так, неплохие залпы тут, кучер. Еще собак пачку Блая принимает, смотрите. И по лимиту-то как-то уже все выглядит прям печально. 53 на 72 не в пользу Блая. Так. Так, прям нормально так, геликов сюда врываются. Ну, что-то вот только сейчас фьючер начинает рабочих шатать, пытаться. 8 минус, но и гелионов много сливает с другой стороны. Ну, 32-48 по рабочим, ну это совсем перебор. Не в пользу Блая, а совсем по рабочим, соответственно. Ох, еще минус 2. Блая, 12. Ну, Блай 15 заказал, сейчас и сразу сравнялся, короче. Баншу отогнал, вроде все нормально. Банша что-нибудь убила. 6, кстати, юнитов она убила. То есть, это она 6 рабочих убила или что она? Нет, это она убила, походу, каких-то других, собак каких-то, наверное, я не знаю. Так, 76-80, но здесь играет Мехтеран, поэтому есть шанс отстроиться, в общем, для Блая. Рабочих подотстроить и выйти в необходимые технологии. Ну, делать грейды какие-нибудь, то есть выйти в Гидру. Инфестейшн, это хайф, естественно. Грейдов у Блая, конечно, есть ли эволюшн у Блая? Да, эволюшн просто нет. Ну, грейды и Блая в игре, когда ему экономику не шатают, это совсем, ну, не синонимы нифига и не любитель Блая, если штамповать их там много. А в такой-то игре и вообще нахрен на эволюшн 75 минералов тратить, вообще зачем? Надо тут экономику отстроить, там все дела. Золото уже пошло. А вот у Тирана-то 1-1 делать, меня это беспокоит немножечко. То, что у Тирана-то 1-1 уже делается, наполовину. Приходит Блая шатать экономику как можно. Здесь и Банша, здесь и Гелики, здесь два Тора, то есть ровучи пришли. На два рабочих в итоге, там и на пару Гелионов, Блая уже несколько ровучей слилась. Опять не очень выгодный размен для Блая. Ну, если сейчас золото получится раскачать, сразу там дронов много туда заказать. Вот Гидроден, вот Эволюшн 1-1 пошел. Странно. На такой-то уж стадии можно едва прокормить, по-моему, 4 базы. Сейчас будет еще 10 ровучей. Золото Блая не спешит раскачивать, боится выхода, наверное, какого-нибудь. А, ну или шаталити вот этого чемодана Хараса, может быть, не знаю. Так, Торы мимо пролетают. Ровучи сразу на третий пошли. Ну, здесь есть раз танк, и выше еще один танчик есть там от Мючера. И гелики сзади пришли. Ну, от этого танчика надо уйти было бы, но Блая просто что-то все слил. 6 граммбольчик убил. 10 сейчас танк, 4 минусну своих вообще. Бегает Ровуч, хочет он сюда. А, смотрите, еще одного минусну. Вот этого не того стал покусить, вместо Дэна же ему зачем-то целого вкусить. Так, Торы прилетели, Трансьюз и Блай кинуть не успевают, минус хата вообще. Пока я пскал, равная достаточно игра идет с множеством взаимных ошибок. От одного и от второго, но по лимиту-то Блай совсем не в плюсе и по апгрейдам. Ну, вот Вайпера, конечно, 9 оверов, ну, куда там 9-то было оверов, аж 900 минералов не положил. Да, ведь золото не раскачивает. Ну, хотя, как он раскачает сапплай-блоком? Золото, тем более погибшее золото, где Хатка погибла там. Да, или кошечку жирненькую, Блай, на 16 лимит подлезал, сапплай-блок сделал, тирану. Ну и газ шатает. Так может добегаться, что холбаты здесь заблочат отступление, Торы сзади придут, танки засиджатся и просто не уйдет, Блай, нафиг. Если ты с такие вот хочешь делать шатания, просто закажи, закажи просто подземный мув и закопку, все. И шатай ты этого тирана сколько хочешь, Блай, на халяву подрезал, там залпы проходят просто жесткие вообще. И шатай ты этого тирана. Так, 2-2 у тирана, ребят, заказан. Блай, атака доделывается, шпили хайф есть, то есть будет сейчас Грейтер Спайр, похоже, Блай. Бруды могут вывести, да, получается. Золото все-таки доделал, по лимиту в плюсе. В небольшом был тиран, но вот сейчас вроде как более-менее ровно стало. Начинает полезных юнитов выцеплять, Блай здесь. Ну, с викингов вообще провал, с викингами было, скажем, что... Браво, Медивак пожел, здесь залетел. Ну, какой сплэш-отчища зашел, здесь дэмэджи все наполучали. Грейтер Спайр пошел, вторая атака, да, у Блай. Вайперов просто всех слил, убил Тора, а не, не всех два летают. Сколько вайперов слил Блай вообще всего? Одного всего слил, да, вру я вам. Два дэмэджиных. Если всех слил, это был бы провал, потому что минус 600 газа было бы. А у Фьючера танки гелики, выход, кстати, сильный, выход синего пламени пока нет, но тут много-много всего идет, и с викингами в том числе, то есть без зеленки вообще здесь не убить было. Так, гелионы поджигают, Блай отступает, кстати, танки еще ближе подошли. Слушайте, ну тут-то либо зелень должна зарешать, либо бруды, другого выхода нет здесь просто у Блая. Нужно продолжать сканить, вот так, когда идешь с мягким тираном, прямо кидаешь скан сюда, как бы, и выбиваешь весь крип, который здесь находится. Прошел Блай вперед, зеленка вставится на одну часть танка, по другую, это полностью не заблокировано вообще. Зеленка кончилась, и здесь стебла сейчас развалится. Причем хлам развалится, это видно просто по происходящему, но все-таки часть юнитов увел. И это еще у тирана 2-2 не было, вот сейчас 2-2 доделываются грейды, но тиран очень медленно, конечно, вперед идет, и здесь база вообще, ну, на которой ресурсов нету, Блай Абрады. Ему надо было выход делать, надо просканить было, что здесь база-то, ну, такая, которая не добывающая, просто сюда прийти, вот сюда занять ксилнагу, и как раз можно было бы по чуть-чуть передвигать и третью, и золото напрягать. А тиран просто полгода идет, и в итоге выбьет кату, на которой даже добычи нет. Блай Абрады, ну, бред же ему делает. Так, Блай Абрады удачно умудряется прирост принять. Ну, тут сразу прирост, Гидру убрал, 2-2. Грейды, конечно, 130 на 152, но делаются бруды, 2 есть, 2 еще будет сейчас. Тиран чё-то хату убил, сложился, ушел, гон, пошел-то вот. Займи просто четвертую спокойно, иди добей уже, Блай. Куда взял, куда-то убежал просто всеми. Зачем? Хрен его знает. Здесь надо 2 гелика послать или что-то послать, чтобы Гидру принять. Ну, не одна, вот только гелика. Субтитры добавил DimaTorzok Так, ЦЦ-чка четвёртая пошла. Ельки же давно с синим фламеем. На самом деле, они во время выхода это фламя доделалось. Очень много танчиков здесь, кстати. 19 штучек. Всё, вперёд идёт. Блай сейчас на контрзабеганиях начал удачно действовать. На планетарке, конечно, ничего не получится делать. Но третью, например, наперегает. Просто жесть. Есть бруды, кстати. Есть у Блая Вайтера вообще. Брудов здесь, викингов, достаточно, чтобы вынести нафиг просто. Блай трансюзит, правда, брудов. Бруды, анги падают, крылья падают. Слушайте, похоже, это всё-таки Блай 0.1. Хотя нет, смотрите, планетарку вынес сзади. Здесь контрзабегание, экономику убивает. Ну, разве что за счёт экономики получится убить. Вот, спасибо. сюда просканить, этот танк сразу погибнет его с флэшем и убьет. Так, ну понемножку тиран вперед идет, то есть на золото пошел, но у Блая уже вон тут в тылу база есть, то есть просто золото можно увести юнитов. Блай собирает все то, что было в атаке, там всю армию свою. Ну и собирается драться с разных сторон, собирается тиранов встретить и принять. Вайперов у Блая нет, кстати говоря. Практически. Так, гидра распределяется. То есть просто с разных направлений будет врываться в эти танки Блай просто или не будет. Наверное ждет пока... Вот, сиделся, все, надо ломиться, братан, Блайчоночек. Куда ты, что творит Блай вообще? Такой момент просрал, просто жесть вообще. Сейчас все сиделись, надо сразу было оклик вперед делать. Просто сразу же идти. В итоге Блай провальнейшим образом дерется. Здесь прирост сверху идет, но и то Блай, кстати, до прироста успевает боль вступить. А это значит, что он эту группу выбьет и прирост приобреет, скорее всего. Вот если Блай в момент того, как танки сложились, это заметил бы и напал, он бы просто без потерь бы убил бы с разных сторон практически все. И прирост бы это вообще подсел бы получает. Здесь пять Торов. Танков мало. Торов пять это хорошо, но Гидрат с Торами нормально разговаривает. Хотя Торы с Геликами и даже и с Гидру уже забрали, смотрите. Ну вот Фаербол и минус Викинг. Короче, Блай с Борем пополам еле-еле вообще выиграет эту игру, похоже. Похоже, что он выиграет эту игру все равно. Хотя на самом деле Тиран здесь должен был побеждать, что тут говорить. Ну должен, но не обязан, сами понимаете. Никого. Разбирая здесь, Блай, остатки армии Тирановской, Хелбат жгёт, Тор жгёт, Роуч пришли, Гидра здесь много всего, Хелбаты падают, два танка приехало, два Гелика надо сваливать. Здесь еле-еле на третий на скрёп, тут рабочий Тиран, чтобы добычу начать. В итоге Тирана 2-2 не сделал, он 3-3 нихрена вообще не сделал. А Блай за это время даже с одного эволюционного умудрился три атаки запилить. Ну, понятно, что теперь получше. Базы разнесены, 108-63 по лимиту, короче говоря, Блай выдержал здесь напор этот весь фьючера вот этого. Так, открываю. Закад сегодня хороший, красивый. Всё главное. Авиацию и ластер не видел, даже красота. Конечно, не как летом один пролетел и всё, может сказать, учения, конечно, будут зимние, когда много полетит. Так, 8. На аэродроме шум сегодня серьёзный, то есть полёты явно были просто не над городом. Короче, 126 на 60 по лимиту непонятные какие-то действия. Опять какие-то 3 гидрали с крестом прибежало. Где вот эти 18, где и остальные-то? Где 8-меровущие, где вайперы вообще? Чё, Блай, тянет резину? А, он 10 на 4-ю стягивается. 10-3 танка, да? 4-5 танков Ват, ну ещё ставят 10 тиран. Ну, тут какая-то ошибка, во себе, без вайперов пошёл. Чё-то вот у этого тирана, походу, скилл, не знаю, как в игре, знаете, там, снижение характеристик противника, вот я ещё какие-нибудь шмот. Такое ощущение, что тут он сам как-то стрёмно играет. И Блай, как будто, играя с ним, хуже стал играть, у меня такое ощущение складывается. Но всё-таки даже Алдаш от Алблайд. Так, приплеем. Идём онлайн, там потварь здесь. Идём онлайн. Играет музыка Так, всё, игру ворвался. Сейчас не надо в кончике там написать. Она дома через хорошее. Полностью в своей представителе Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 1-0 Блай, ребят Ну вот, может быть, Блай не разыгрался в той игре, не знаю Может, сейчас получше пойдет Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что, 17х-то газпул Здесь депуха газбарак, получается, у нас были Улучшение командного центра Добавил субтитры DimaTorzok Смерть на пороге Добавил субтитры DimaTorzok 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 А вот, пошёл. И кто может сюда, к рамке, хочет побыстрее запилить. Ну, сейчас ещё одни крипы дальше пойдёт вообще. Продолжение следует... Такс. Шесть геликов. Плюс два, восемь будет. Сейчас викинг есть у террасок. Где он летает? Вот, просто... Ну, чё, блин, тормознутый? Смотрите, овер летит просто по мейну, а он летает здесь что-то ищет. Что ты ищешь-то? Иди этого убей. Или он думает, что здесь ещё один есть, а этот пак никуда не денется? Не знаю, ну, только так, если логично, это объяснить можно. Либо он просто недоконтраливает ужасно. Гелики пытаются куда-то заскочить. И заскакивают они на вторую базу. Здесь у Бла есть собаки. Он принимать их пытается. Гелионов просрал собак, короче, всех. Гелики уехали просто. Ну, демедженные, правда. Ну, демедженных вычинить можно с какой-то стороны здесь, да? Поэтому надо ли это было делать ещё? Демедженных вычиняем. Подсказ. Здорово всем, ребят, кто там пришёл. Опять же две арморы, ребят. То есть опять переход в грейды. Гелики здесь стоят. Банши шатать. Викинг нарезает уже третьего овера. Ну, это типичная ошибка зергов. Видишь викинга на карте, уводи отсюда оверов всех ближе сюда, чтобы прикрыть можно было. Лай об этом вообще не думает, отдаёт ещё одного. Мы, кстати, по рабочим близко, по всем параметрам здесь близко. Банша прилетает. Мэн подшатывает по чуть-чуть. Лак-го-го. Всё, возобновляется. Ещё одного овера. Сколько можно-то? Прямо над крипом. Ну, это наглость от тирана? Ну, значит, это недоработка зерк. Где королева-то на крипе? Что-то, чтобы прикрыло овера? Так, здесь есть просто криптумор расстроившийся. Банша висит рядом. Просто что происходит вообще? Ну, не идеально играет, понятно, тиран. Ну, и блай тоже не идеально играет. Ну, у тирана что-то лимита больше. 53-27. Два раза боевого больше. Ну, а это одни гелики. То есть, надо чемодан, кара, стора плюс колба. Тогда-то ещё может что-то получится, разумительно. Так, шатает два. Просто скану на криптумор. Выбил за два скана. Два ещё и восстановил. Всё. Здесь что-то, не макаса всё куда-то идёт. Королева пытается убить. Королева уходит на муви. Трансьюз пошёл. Надо развернуть. Банши вернуть, получается. Банши развернул. Ну, прилетел оверсир и минус банша... А, не, не минус, но красные ушли. Ну, блин, вообще. Здесь викинг с роучем месяц за кого-то. Роуч викинга заплюёт. Хотя, если второй не пришёл, может быть, и не заплевал бы даже, у меня такое ощущение. Так, ланша одна нам уислилась. Блайк вот там вперёд. Идёт лимита меньше, зато по рабочим плюс. Вышел хайв, шпиль, гидроден. Четвёртую раскачивает, пятую ставит. Центр крипом заплодил хоть как-то. Ну, а роучи пришли плеваться. На третье-то дюроучи без скорости вообще. Вообще странно. Блайк, что уже хайв доделся. Завтыкал скорость, забывай заказать. Гигантские пачки геликов, видишь, сюда. 5600 на Америке. Вообще, как бы, да, 5600. Не знаю, у меня на Европе 5600 за процессов, как бы, не играю вообще. Но на самом деле, как-то для 5600 на Америке, по-моему, он слишком хорошо отыгрывает. Наверное, у него секретные аккаунты, может, есть, не знаю. Тут уже ничего не поделать. Блайк прогоняет меди-ваки. Пытается забрать кучер Тора. Блать. Такое, нуля. Ну вот сейчас видно было 5600. Окей, если никак что-то не сделать. Хочет, но не может. Как говорится. Танки, гелики, викинги нужно. А, выход делать на 2-2 уже. С викингами, танками, геликами. Ну, иначе, Блай сейчас просто наштампует. Тут все. Брудлорды сейчас будут делаться. Запас. Блай даже ресурсы не тратит, по-моему. Специально уже брудов хочет делать. Так, 3 бруда, еще 7 кораблей. 17 дронов еще. 17. Куда столько-то? На пятую, да. На пятую. Сейчас их 90 будет. Рабочих здесь угла. Да и правильно, смех тиран. Нормально. Плетки две, да. Плетки, газ и дроны просто со всех сторон едет. Вот они приезжают отсюда. Оттуда где еще дроны? Должны еще ехать где-то. Или нет? Нет, нет, больше нету. Ну и так, у Блая 89 рабочих, увидите. Это реально много. Как бы это гигантское экономило. 10 газов сейчас качать начнем. И даже Блай вторую атаку сделал и броня есть. То есть 2-1 грейды у него в этой игре. То есть грейды неплохие получаются относительно предыдущей игры. Надо продолжать, правда, грейды какие-то делать. Бруды вот уже вперед полетели. Плюс еще 4 сейчас доделают. Слушай, вперед полетят. Есть караптеры. Надо просто до 200, по-моему, караптеров довести. А, Блай прямо здесь в атаке брудов запиливает. Аккуратней сейчас этот выйдет вперед. У него викинги. Да есть сколько викингов у тирана? 4. Этого очень мало на самом деле. Гидра их сможет сбить, я думаю. Как бы и брудов слишком много. За другой стороны хелбат и брулингов хорошо будет. Жечь чем-то надо, чем-то надо воздух бы зашатать бы, конечно, 4 викинга этих тиранов. Так, видит Блай выход. Бруды плюются своими этими симбионтами. Подлетают еще 3 бруда. Блай туда-сюда бегает. Че он бегает, туда-сюда хер его знает. Куда он пошел? Здесь планетарка, здесь орбиталка. Побежал к какой-то планетарке, который идеально брудов отбивает. Ну, он так туда только ломанулся. Только назад развернулся, что пошел. Если бы Гидру можно было прям под танки кинуть, чтобы она вплотную встала и их убила, потом эскалбатами забралась, пока они на плетку ушли. Но тут надо контролить этот бой, понимать, что происходит. Такая мультитаск. Здесь в атаку идешь, там... Ну, меня тут просто послал на оборону. Можно не заметить, что там надо правильно идти. Так, викингов надо сбить. Два это и дела. Викингов сбивать. Дрог минок под брудов. Слушай, тиран в стиле... В стиле всяких там корейцев. Просто минки под брудов. Сюда зашелся. Слушайте, как он у него не 5-6-то, он лучше играет. Как-то не уникальность. Вот какой-то левый аккаунт, похоже. Ну и все. Тора вычинила нормально вообще. Тора вычинила. Ну что, торы-танки все что-то туда-сюда ходят, ребят. Здесь попытка забежать ядрой от бла идет. Ну, забегание это правильно, но надо не голой ядрой отменить с собаками, чтобы сразу в танк ворвались, плотнули, нифига не сделают. Минки есть? Нафига он минки копал? Сейчас чуть всех своих рабочих не убило. Ну, не убило вроде как нормально. В это время, кстати, бла отменил торами. Вот баска здесь была. 3-3 грейды заказывает. Фьючер, в отличие от предыдущей карты. Почему он в 3-3 не вышел? Вот у него, смотрите, все прекрасно. 10 торов это хорошо против брудов. 7 танков. Ну, где викинги? Хотя бы штук 6 надо против брудлордов, чтобы было. Иначе печаль. Либо минки дропать. Ну, минки дропать это, знаете ли, непростая задача. Ну, загрузил сейчас, смотрите. Все чинит. На, идти вперед 200. А что делать-то еще? Сидеть здесь? Блин, ну тут гидра в основном. И вайперы. То есть торы будут вытягиваться и уничтожаться. Танчики вытягивать. Ничего, бла. Скоро покоет. Скоро начинает тянуть. Два вперед пошли. Ну, вот, пожалуйста, блин. Печаль какая-то. Минки копаются под гидру или нет? Ну, несколько гидралов забрал, надо выкапывать вообще. Это Гуди с левой щетки. Камбэк Гуди просто. Слушай, ну там АПМ повысил. Спиво, наверное, перешел на что-то более энергетическое получается. Перестал быть рокером-байкером, короче. Вот, и решил стать тусером просто, дискотичным. Закидывается другими веществами. Так, у Влая Брудов вышла пачка хорошая. Надо вперед идти. Но тут не получится вот такую пачку гидры. Минки дропнуть, очевидно. Пытается Тиранда сделать. В итоге ничего не может. Туда-сюда дергается. Пошел! И ничего не сделал. 136-168. Хорошо Блай здесь принимается. Уграмотно бой. Бруды вовремя вышли. Грейдей на Брудов. Одна броня, конечно же, вообще. Ну и что без викингов, значит, драться. А были бы здесь викинги, стоял бы снизу Брудов, отгонял бы и гидру бы на себя бы агрил. Здесь СЦ-шечка упала. Короче, Блай, похоже, эту игру побеждает. Потому что не без проблем, но тяжело тут что-то теперь будет сделать Тирану. Вообще тяжело после этого провала. Так, по Брудку полетели. Тиран скажет, бла, не видишь, что где Тиран Армия стоит? Ну вот иди сюда, бомби, там Тора всех общих. Грудов 9 штук, Тора 4 точно не справится с ними. Гидра под грудами, тем более, то есть никакие минки туда не вкопать. Здесь гидры просто нереально. ГГ, аж Тиран решил написать. Ну, все логично, все стандартно. Так, что у инвайта? Ну, все логично. Ну, все логично. Ну, все логично. Продолжение следует... 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 Ну, в тылу криптумор остался один. Вот, теперь весь погорел крип на центре. Просто сейчас... Просто со всех сторон он будет сокращаться, естественно. Но Блай понимает, что... Гораздо выгоднее, чем заново новые криптуморы вперед пилить. Поставить на существующем уже крипе криптумор. И он-то останется здесь. Он, смотрите, везде пропадать начал. Ну, так один поставил энергии до хера. Поставил один тоже, Блай, не понять умом. Это типичная, кстати, тема от Блая. Закопать хостов и плодить. С тиранами не самыми сильными это прокатывает. У тех, у кого соображалка появляется, что, ну, что-то как-то они постоянно сюда плодят. Они проверяют, приезжают, сканят, как бы, и принимают зачастую их. Ну, кстати, Блай уже в плюсе по лимиту оказался после начального провала. Ну, вот обратите, опять же 2-2, опять же 2-2. И, а у Блая что? У Блая даже, наверное, эволюшена нету, да? Да, нет эволюшена, то есть просто по нулям грейды. Я не знаю, если Блай... О, посмотрите, и это теперь заметил. Удаёт. Молодец, молодец. Переагрил, кстати, локусов. То есть на второй базе напрягов не будет вообще. Гели, фиксил, поехали. 130, 180, 151, опять фьючера больше, но здесь роучер. Ну, вот что? Вот это уже перебор, конечно. Куда он гиллионов ведёт? Вот, ехал уже. И вот так сразу рабочую сжечь, если роучер обложили со всех сторон. 8 гиллионов на 3 дронов просто сейчас просрал. Другой странный гиллион, это, конечно, мясо на этой стадии, но тем не менее. Это мясо может служить в выходе... ...хорошим барьером между танками и зерговскими юнитами. А танки дэмэдж будут наносить. Ну, сейчас тут надо по 2-2 тирану выход делать, просто и всё, и не париться как бы. Но он сидит, то есть он здесь хасты продолжает шатать. Смешно, кстати, локусов прилетает. Опять можно прийти сюда просканить, нормально просто всё принять. Здесь роучи сейчас поймут, что ошибка это, и Блай поймут, что это ошибка забегать сюда. Вы видели, что здесь? Вообще жесть, просто развал. Роучи идёт. 130, сразу 30 лимита была просела просто. Очень, очень жёзденько, очень боленько. Нашёл всё-таки хастов. Кстати, знаете что? Фьючер готов, похоже, играть с Блайем. Почему? Потому что он сразу же сюда пришёл проверять. То есть это значит, что он знал, что Блай здесь любит хастов выставлять. Вот и всё как бы. Ну вот сейчас-то, блин, убил столько роучей. Почти 200 лимита. Сделай ты выход вперёд. Ну чё, сколько можешь сидеть? Викинги, танки, гелики, и всё есть. Просто сразу колбатов затрансформил, чтобы не 90 кп, а 145 было. Иди ты вперёд, шатай. Вот, пошёл, молодец вообще. Пошёл, молодец. Так, опять минус крип. 170, 198. Тирана 200, Блайя 170. Делаются бруды, но здесь, смотрите, вперёд идёт. Да блин, слушайте, ну это не 5600-то. Тир, как бы, я согласен, если Мехом... Может, конечно, он только Мех играет, а другие матчапы у него какие-нибудь провальные, я не знаю. То есть, поэтому я такой ММР. Но вообще, как бы, он играет очень неплохо, как по мне, вот, у Мех Тирана. Сейчас, то есть, и Блайя шатает, прям как, ну, мало кто в Европе так Блайя шатает, на самом деле. А этот шатает, товарищ. Может, и Евро просто Тирана столько мало, что мы отвыкли. Стали забывать, как Тираны шатают Блая уже, как бы, вот. Ну, я не уверен в этом. Но это не точно, как говорится. Так, здесь зелень пошла. Викинги с Хараптером бьются. Брудов в итоге нечем потрогать, потому что здесь викинги с Хараптерами бьются. Танчики под себе сейчас будут бомбить, убивая Локустов, Хелбата. Дают, короче, провал. Надо было сложиться Тирану, отступить уже или викингами кайтить Хараптер, чтобы потери были меньше. Если бы сейчас кайтил, мне кажется, быстрее бы разобрал, быстрее бы стрелял, меньше бы потерял, как бы, фокусил бы, возможно. А на это все, я не знаю. Хелбатами можно было, кстати, даже не складываясь в Гелик, просто пройти вот сюда. А вообще, кстати, Грейт на складывание быстрое готов. Вот сейчас бы сложился здесь Геликов, сюда бы уехал, здесь бы трансформировался, а Бруды здесь в танков стреляют, а Хараптеры с викингами дерутся. А так, в итоге, все просто под Брудами, под бесплатными Локустами слилось, и вы видели сами в итоге. Эффективность Брудов высока. Тиран умудрился развалиться. Три-три у Тирана, прикиньте. То есть, Блай, Блай и не собирается даже апгрейда делать. Просто, говорит, без эволюшенов буду играть. Прикиньте, три-три юниты против нулей, жесть вообще. Слушайте, ребят, ну это 0-0-то в три-три, это слишком перебор, мне кажется. Так, можно и отдаться. Так, Торы трансформируются, Хелбаты трансформируются. Кстати, с трансформацией Торы моментально практически вот с этим грейдом трансформируются. 199-187. Ну, Блайя по земле, гидры много под Брудлордами. То есть, если Брудов сейчас не ликвидировать быстро, то может быть и Бобо Блайя здесь. Отступаем чуть-чуть назад, по гидре прилетают неплохие залпы. Викинги против Воздух, там по кому-то стреляют, даже не вижу по кому. Четвертую Блайя теру убил и отступить решил. Решил отступить, ведь запас ресов хороший вообще. Сол, вот он выиграл один-два дня назад. Я видел, как он Сол выиграл, я это стримил. Сол что-то сегодня как-то... Сол вообще игрок, на самом деле, очень странный. В каком плане, я об этом вообще уже давно про него говорил. Он постоянно в самом-самом топе ладера, короче, на самых высоких местах, но на одинаковых, там, со всякими нерчами, там, я не знаю, и термалами. Но когда он с ними встречается на турнирах, он просто, ну, ничего почти сделать не может. Как бы он бьется, и он это встроит, но победить вообще не может нифига. Почему, для меня загадка. Сол уже давным-давно должен быть, как бы, и по турнирам в топе, а он только по ладеру в топе, почему-то, не знаю. Ну, как в топе, он хотя бы где-то должен там точить глухой скаки, нестабильно там. Он даже на глухой скак выиграть не может, почему-то. Такое бывает, да, такое бывает. Кто-то хуже играет ланы, кто-то хуже онлайн играет. Вот, кто-то хуже турнира играет, это, наверное, такой случай. Всё, сейчас 3-3 будет у Сол. У Блая первые, посмотрите, сейчас нули на 3-3 будут. Первые игры, да, только Блая начал делать сейчас вообще. Есть вайперы, есть караптеры. Ой, сейчас зелёнка викингов. Ну, тут сплита нет, здесь минус викингов все. Ну, приходится торами против брудов тирану драться. Позиция провальная получается. Ему просто надо сейчас этому тирану, вот реально, как бы, за... Сколько у него Старпортов? Давайте глянем просто ради прикола. Два Старпорта. Зато фактура к 13. Куда тебе 13 фактура? Ты вот реально теперь, понимаешь, не соображает он. Закажи ты двум Старпортов, пусть 4 работают там. На одном лаба, на других там, я не знаю, реактора просто пусть работают. Строй ты викингов помного. Сделаем грейды и снеси ты нахер весь этот воздух. Построй 16 викингов, сплитани их над торами просто и пошли вперёд. Всё нормально. Но нет, нихера. Так, рубас какой-то тут у меня на Сбере. Ааа, это мне долг отдаёт. Я уж хотел сказать спасибо, блин. А, это мне долг отдаёт. Ну чё, тоже спасибо. Но к стриму отношения не имеет. Так, сколько туров? 14 туров, всё отлично. 14 туров, здесь забегания какие-то идут. У Блая уже коготь ранжовая атака хотя бы появилась. Тиран непонятно куда идёт там через верх. Запас ресов, главное, у тирана просто нереально. Здесь даже батлов можно реально строить, начать ему. Чтобы было всё хорошо. То есть можно ревенов добавить, чтобы чинились торы в конце концов. Ну, провал. Ходит по крипу, блин. Армия растянута, нихера не видит, короче. Блая начинает вытягивать ценнейших юнитов торы. Гидра, я в кучу Гидры попадают. Там брулинга Гидра, всё начинает. И всё, он эти минки хочет дропать. Ну то есть он просто копировщик, чёртов. Увидел, как корейцы делают, и тут надо дропать сюда минки. К минке-то дропают, когда замес идёт, когда брудлорды отдельно стоят. То есть когда под ней Гидры, 30 штук там, ну в данном случае поменьше, чем 30, 28 тем не менее, можно сказать, 30, плюс королевы. Туда ты ничего не дропнешь. И строят одних торов. Так, начал убивать медивайки, но не надо их убивать, надо халбат просто. Вперёд. Надо вот размен, посмотрите. Просто облетел где-нибудь здесь с торами, прилетел, дропнулся. Он тут пошатал эти здания, я не знаю. Одновременно холлаж здесь крип рядом шатаешь. Минок просто дофига, как бы их тяжело копать, тяжело исполнять. Вот и всё. То есть торы плюс минки просто. Но для этого нужны руки, блин. И нужно понимание, как развести зерга, чтобы под брудов минки эти задропнуть. Три топора нас людей, кстати. Я смотрю суммарно на твиче на другом гейме. И на ютубах, видимо, везде. Здорово всем. Продолжается игра фьючер против Блая. Оп, ещё минус два торчика, пожалуйста, приветик. Три три торы, казалось бы, да? Такая мощь, хер убьёшь, да нет? Под брудов попал и слился. Так, пошла атака. Я даже не знаю, нужно ли 10 тирану делать вообще. Вот минк копать. Но тут надо вручную переконтроливать брудов. Ой, взорвались бруды, кстати. Неплохо взорвались. Ну, торы подели, ну всё, нафиг сливается, ничего не дерётся. Ядры много выжило. Блай там начинает притягивать, уродовать всё. Запас у Блая накопился. Тиран уже бегом бежит. Только бы ноги унести какими-то юнитами. Блин, ну минки зашли. Но вот в итоге... Ну, два Старпорта, два Старпорта. Сделай ты их 4, блин. В конце концов 5. 13 факторок. Факторок 8, 10. Вот, выше крыши. Тем более, 3 на них будет где-нибудь из 8. Там 5 лап, 3 реактора, я не знаю. Там по 6 хелбатов под 5 торов просто заказываешь. Перед торами хелбаты стоят. Брудлингов отгоняют. Ну, это лучше, чем торов сразу же терять на вот этих юнитов. То есть это ценнейший, ценный юнит. А те просто минералы строят. Вот, а он дерётся против брудов и танки попёрли. Ну, хотя он подумал, может, что Блай не будет брудов добавлять. А какой смысл брудов не добавлять, если они вообще всю игру Блаю делают? Вот пришёл Блай. 12 часов вынес, Тиран. Немобильник вот там на центр пошёл. И старпортов 4-5 штук. То есть просто после заменца заказал хелбатов 6, 5 торов, блин, и викингов 8. Всё. Там 200 лимита за 2 заказа вышло, пошёл, пробрил. То есть просто баланс, чтобы юнитов был. Против земли это, ну, то есть перемаз против земли, а против брудов нихера не было в предыдущих боях. Здесь же зелёнка зарешала, кстати говоря, очень сильно. Часть танков вовсе бесит же. Грудов убить нечем. Гэгэй пишет. Ну, просто не может вывести Блай, несмотря на все ошибки Блай. Вот и всё. Такая вот игра была. Интересная игра, ребят. Блай, молодец. 3-0. Победун. Малатчага просто. Малатчага, бляй. Чё у нас дальше вообще? Обновляемся. Так, Сулар и Агус будет. И Агус, кстати, Теран. Почему за зергом обозначен на зергов, что ли свинчнутся? Я не понимаю. Сэмпер импакт. Сэмпер импакт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Варди, короче, на Америку. Попер, походу, я туда иду. Продолжение следует... Ну что, ждем чего-то. Может, лайф будет, может, реплей дальше. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Матчи еще много. Я иду за Рехира. Вот, сейчас я вам покажу даже, что тут у нас происходит. Так, всем здорова. Рекламу, кстати, пильну скоро. Помните про адбок. Поддерживайте меня и мой канал, естественно, по возможности. Реквизиты везде на всех плеерах есть. Под плеерами. Через плеер GoodGamer. Как-то так. Пилю рекламку. В общем, сегодня еще должна быть вся вот эта часть сетки, ребят, вот полностью. Вот эта. По очереди проба Бьян должен. Лизу Хиро, Сэмпер Импакт. Проба Бьян, Сэмпер Импакт меня интересует. Остальные как-то все не очень. Нерч масса должны где-то уже сыграть, наверное, были. Нип против Блая должен играть еще через час сорок. Не знаю, будет это лайф или нет. Как бы Венера получается, да? Наверное, будет лайф, скорее всего. И здесь у нас... Короче, я не знаю, ребят. Буду по обстоятельствам рываться. Так. Ну-ка, ну-ка. Так, короче. Сейчас, быстренько. Ну и что это такое? О, что, сейчас я пароль даже правильно написал. Оказывается. Так, Хиро здесь, но три Блэя, короче. Ладно, походу надо сюда прыгать. Здорово, Репчик. Ну вот, Мастер и Нерч. Погодите, а Зулис начал уже или нет? А я хз. Может, он на Евро пошел, наверное, не знаю. Ну, есть либо Бьян против соответств... А, нет, погодите. Бьян еще нет. Это Хиро против Иллюзора. В общем, либо Мастер и Нерч, либо вот этот матч. Бьян будет вообще, короче, позже. Похоже. Не знаю. Или уже его застримили, возможно, кстати говоря. Уж мне писал Азули, что будет потом стримить, короче, это все дело. Да, это все дело. так попробую на евро там кажется будет это вот сейчас варди в скайп напишу все отписал варди надеюсь он скайп проверит что я иду сюда в этот матч вот это лайф во первых во вторых мне кажется это более интересный матч будет нерч против масса почему потому что там реплей там по илужери против хиро совершенно неравная пара я думаю что лучше эту игру посмотреть синтин сюда тоже прилетел стримил бы ту пару ему ну-ка ну-ка все погнали нерч масса то есть они кросс-сервера лишь договорились одна америка одна европа я так понимаю чтобы ну потому что да это логично потому что нахрен америка на самом деле гидро 5 все равно не понятно что это масса поэтому я уберу вот так вот гидро 5 что за гидро 5 эхз это гидро аккаунт что ли какой-то такой зерк был и 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 ребят. Нерч против массы у нас. Сегодня еще Блай против Ниба должен быть. Нерч играет пул первый. Кстати, карта битвы на променаде называется. Также у нас будет весь раунд 2 лузерский, короче говоря. Полностью отыгран. Но я посмотрю в конце, что стримить вообще. Блай-то вообще через час 30 только должен начать. А лузерах 30 минут. Лайф, лайф. 30 минут. А, 2.30 какой-то матч. Там труп против победителя. 2.30-то куда? И час 30. 2.30 максимум, короче, сегодня. А, еще и 2.30 еще и матч получается раунд 4 Венеров, где победитель Ниба Блай из Старкиллера Найса будет победить. Вот такие вот дела. Так что, короче, будем ждать. Просто на этом турнире, даже зная расписание, ну, нельзя с уверенностью сказать, что точно сейчас этот матч будет. Потому что кто-то проспал, кто-то туда-сюда, нам задержались, там пустили вперед. По репкам, короче говоря. Вот. Соответственно, ну, конечно же, все матчи Блай я буду отстримливать дальше, которые будут сегодня, но когда он будет, сказать, не могу. Ну и самое интересное, буду стараться убирать. То есть самое интересное, это где пары более-менее равны. Потому что здесь очень много пар не равных. Там корейцы прошли из отборочных. По рейтингу много там всяких игроков, которые даже до европейского уровня среднего вот они дотягивают особо. Поэтому это изи-фраги, то есть, наверное, иллюжери вот этот, я не знаю, сколько с ними. Понятно, что хиро без шансов уже должен вынести к ним. Но могут быть сюрпризы. Но это не точно, как говорится. А здесь передропать мне вообще какой-то шести лингл готовится. Или что они сюда прибежали-то? Эволюшны есть? Нет, нет, не передроп, эволюшны. Нет, просто ныкались. Вот. Привет, Гекс. Кстати, Маса уже на этом турнире удивил. В отборочных он Элейзера сбрил, короче говоря. 3-2. Но нерч уже в финальной части, я думаю, он серьезнее был биться, чем Элейзер. Элейзер какой-то там устал. И был в тот день уже, он там много-много турниров всех наиграл, ВЦС играл в предыдущий день. Вот забегание лингов, минус рипер, минус 5 КСМ-ок уже, ребят, и снизу, и сверху. Собаки поднагрызать пытаются. 6 рабочему, 6. Это все, что сделает здесь няч. А нет, смотрите, здесь пес оказался снизу. Еще один. 7 КСМ-ок убил, 6 собак потерял. Вот и великолепное, сверхвыгодное забегание. Хорошее исполнение, минимум юнитов, максимум урона. Со стороны зерга. Крип вперед тянет, няч вторая, с третьей соединена. В кишку крип пошел. Вот сейчас он вокруг, конечно же, будет вот так вот сюда, сюда, сюда. А можно вообще сюда кинуть, сюда, если расползет, сразу перекинуть. То есть, здесь не будет. Лучше досюда дотянуть, потому что если здесь будет криптум, то просто вижен будешь иметь, что-то к тебе летит, как бы, видите, и т.д. Уматься, стим наполовину, даже больше. Готовься на стим, можно выйти, будет сейчас попытаться. Кстати, что у него, 4 гелика. Ну, геликов, а, не, армори-то не будет. Но можно армори добавить специально, то есть, хелбатов добавить, например, и выход, как бы, продемонстрировать. Так, собак встречает, принимает, но пока здесь био начнет строиться в нормальных количествах еще время, здесь много достаточно пройдет. Стимпак, кстати, в такие направления тоже ставить опасно в лабу. Был бы Беллингбас, просто стим взорван, и все, минус все билды, минус, в смысле, минус все тайминги, минус билд, фактически, двое. Придется заново перестраиваться. Хотя, для крутого игрока перестраиваться на ходу это норма, то есть, никогда все по плану абсолютно четко пойти не может вообще, когда уровень игры оппонента хороший. То есть, надо всегда быть готовым к каким-то сюрпризам, нужно быть готовым перестраиваться на ходу, менять билды, грейды там делать, какие-нибудь другие там, ну, и действия тактические сами в игре. Так, 87-62, 68-40 по рабочему пользу нерчану, доминация абсолютная, конечно, экономическая, вот крип вперед идет вообще. Плюс, так, плюс это евросервер, а следующая игра будет американский сервер, я так понимаю, чтобы был баланс. 71-40, данную часть можно сюда перевести дронов лишних, которые больше 16, что нерча делает, здесь 4 всего лишних получается. Так, вот, королевы пришли, больше, больше, больше крипа нужно. Вообще, в крипе все, ну, кстати, не мешало бы на этой карте и в свою сюда затягивать крип кишочку, то это, вот, что нерча делает одним криптумором, между прочим. Надо помнить об этом, обо всем везде, и туда, и сюда крип пилить. Вычистил масса крип, здесь, который к нему направлялся, хотя не полностью, смотрите, вот еще вынужден один скан потратить, здесь два криптумора сникались хитренько. Так, линги-бэйлинги против мариков, прогоняем 10, неч, сразу же крип весь восстанавливает, попытается, пытается геликов поймать, но пока только мариков поймал, пусть я не масса мариков не засадил, потерял, оп, не успевает, неч, смотрите, один криптумор успел, куда в пилить кипрест, но в итоге выпилил масса его, королева одна никуда не денется, на крипе бежать, бежать, нет, крипа нет, королева, поэтому, гидра поперлась, 7, плюс еще гидра резко в дальность гидре, уже готова, кстати говоря, со скоростью передвижения, масса тут какой-то двухбазовый выход делает, если он не удается, то это все, а здесь и покатушки есть, все ключевые апгрейды есть, повод есть, то есть, ну все, заходят бэйны, это 1-0 нерч, похоже, ребят, это, лает, между прочим, так, гидра уже дальше лезет, от нерча, вот он собак пропускает, знаете, как четко собачку запускает, вот дальше четко все-таки пропало, как же танк там дамажит, е-мое, д-д, масса пишет, тем не менее, вообще, по два раза, грейд отменялся, я не помню, кто здесь отменял, вчера, я только у СС стримил, какой-то Зерк отменял, а, Намшар, Намшар, по-моему, он с этим, с Эйтером играл, да, тут Мех играл, он просто, ну, сначала, так, Америку идем, сначала он заказал рейнжовую, а так, потом отменил, коготь заказал, передумал, коготь опять рейнжовую заказал, опять рейнжовую отменил, и в конце, в итоге, коготь все-таки заказал, по-моему, так, или наоборот, ну, то есть, рейнж остался, короче, блин, долгу он соображал, четыре раза, грейд заказал, и четыре раза, три раза передумал, вот так, потому что я, Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, нет еще 1-0, ребят, сейчас вам ФП поставлю, отойду на секунду, буквально вернусь через минуту, короче, ждите, сейчас буду. Продолжение следует... Так, ну все, я здесь, ребят. Продолжение следует... Так, ответь на этот человеку... Вторая карта, ребят, путная, урнерч, масса, опять пул перв... А, нет, нет, 17-я хата газпул, просто пул чуть раньше хата доделается, это нормальная абсолютно тема. Вот, просто отошел на секунду и все норм. Теперь... А у массы депуха газбарак, ребятки, депуха снизу, барак снизу, факта снизу, то есть стеночка сразу делается и... Рипер в геликов будет, похоже, здесь играться. Рипер в геликов. 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 Первым ставят, когда третью хату. Ставят здесь вот как раз-таки игроки. А здесь уже и два гелика подоспелись. А третью-то как заказать-то? Внизу на третью делать. Тут дрон как раз сюда и поехал. А какой еще у нерча выбор? Нет больше выбора никакого. Третья снизу, выбор единственный. Пошла третья хата. Роуч Ворон здесь на второй получается. Ну... Так, и в тумура два снизу. Ага, точнее один снизу. Плюс два три будет. Сейчас один наверх вообще пошел. Во-первых, рампу заплодит. И здесь удобно будет переходить. Во-вторых, сюда он будет вот так вот по периметру раскинут. И все нормально будет. А здесь викинг и выход стим. Смотри, у массы идет. То есть не ошпалят третью ццепу. Он понимает, что за бед здесь будет. Ну что ты? Вся лишь привык, что я к окну бегу, когда самолет летит. А я не бегу, что-то, да? Ну давай, ладно, посмотрим залезать. Что это? У меня была там слишком надолго, еще не херую шапот. Не видно ни хера. Так, точно надо жене позвонить. Сейчас мама придет, человеком погуляет. Сколько времени? Уже шесть почти, да? Уже шесть почти. Четыре часа почти турнир идет сегодня. Но вчера он до восьми где-то. Даже чуть пораньше. Может восьми не помню. А сколько там я закончил, короче. А сколько-то закончил и... Соответственно... Выложил потом все на ютуб и т.д. и т.д. Так, третью еще рассказывает. 53-43. В рабочем его пользу. Здесь роуч гоняют две шучки, четыре гелика рипера. У них есть возможность это делать. Хотя, конечно, если, например, микроконтроль играть, то четырьмя геликами рипера можно убить двух роучей легко. Но просто это долго делается и бессмысленно в обычной игре. Потому что надо дома строить юнитов, контролить. Как бы и задачи геликов и рипера не убивать роучей, а просто принимать всяких собак по центру бегающих. И заехать не получилось рабочих пожечь. Криптуморы всякие вот как делаются, пытаться принять. Ну, кстати, здесь не пытается почему-то. Масса. Плюс два барака, пять бараков. Сейчас у нас заработает. Третий цех перелетает. 1-1 делает с армори. Армори пока нет. Фактурка вторая, да, пошла? Где первая? Это вот. Да, по два танка с масс-факторки био будет. Стиль. И с армори зря втыкает. Сунирчай сейчас броня доделается. У него-то уже хайф. То есть и второй эволюшн на мэйне. Коготь пошел. Сунирчай сейчас 2-1 будет. А масса просто останется на 1-1 грейдах. Просто, ну, очень долгое время. Вот, наконец-то армори заказал. Но это поздно. Это поздно. То есть надо было его секунд на 15-20 раньше заказывать. На 15 даже на 20. Потому что она строится 36 секунд. А масса заказал за 14 секунд до готовной. 46. То есть даже на 20 бы секунд было поздновато. То есть получается. Ну, нужно примерно понимать привычку взять. То есть когда армори заказывать. То есть чтобы просто не париться с секундами, примерно заказывать армори на середине 1-1. И точно как бы они... Оно доделается нормально. Так, два дронщика. Минус 2-0 дроп здесь на... Тевяти часов в ТРУ еще-то хватит. Тут новые прибегали вообще. Да и весом не готов! Здесь в угол самоеальное. Там их будет жар produz Seriously. Ну конечно абсолютно короткость нужно. Ну со мной своими вотー ты. Тут здесь летает медиавагр, здесь какие-то выходики небольшие идут. Ну, это попытка вычистить крип, здесь нервчут просто ближе к центру. Так, пару криптумеров масса, конечно, убьет, но роучи много, остальные криптумеры ничего с ними сделать не смогут. Так, вы понимаете, это выход от массы идет, получается. Так, грузил всю шмук, улетел, но хорошо его прогоняет, конечно, сейчас. Центр контролит полностью, и уже 5 ультралисков. Слушайте, а на какую минуту у нервча хайф был? Я только сейчас вспомогал, сейчас момент, посмотрите, на 8.30 уже ультралы идут, и панцирь более чем наполовину готов, на 8.30. То есть это должен был сделаться хайф в 100 секунд, ультралиск м40, там, по-моему, с чем-то. То есть это 3 минуты назад, то есть на 6 минуте уже хайф делался, получается, у нервча. Ну, есть такие, да, билды сейчас такие, ранние хайфы, это как раз-таки вот этот билд, получается. Ну и что, это решает. Тут собаки на вторую пробегают, зачем же депухи, конечно, закрывать. Депухи не закрыты, нет, что-то странно, вместо того, чтобы мариков окружить, несколько собак на мариков оставил и убежал в минеральную рейню. Ну, 3 рабочих, 4, сгруз, нормально. Здесь у массы выход идет, ультра в бой бросается сейчас. Она с панцирем, ребят, ультра просто клешнями машет очень жестко. Марики демиджи, по-моему, вообще не наносят, потому что у них одна атака, у нервча уже 2 брони с панцирем, то есть 6 брони против 7 демиджей марика. Трали-вали по единичке, тар-тар-тар, постреляем по ультре, называется. И нервч сразу же решил, что 197-103, 197 лимита, это хороший момент для налома. А мы-то видим, что это очень хорошее, потому что там 137, нервч кэш этого не видел. Все, ультра вперед идет, линги врываются. Минка есть, ой, по марикам по своим минка сейчас бомбит. Сзади реваджеры. Ну, вообще вынес просто. Вообще просто вынес. Третья падает, гг, масса пишет, кажется, европейский сервер далее будет. Или проигравший выбирает, я вот не уверен, если честно. Так, Европу далее, идем туда. А то у нее же что-то дипаем, что долго ходим. Вот. Прыгаю в игру. Прыгаю. Продолжение следует... 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 Так... Так... Продолжение следует... 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 Нерч в контрзабегание опять попёрш. Здесь гелики банша, но тут, когда в мех тиран играть, всегда гелики есть. Фиг забежишь, вообщем. Второй арморь. Самое удачное место, где здание, где грейды будут делать, здесь проходит. С другой стороны она здесь не особо ничему не мешает, но, блин, цель-то приоритетна. Забегание сразу минус грейд тебе. Если будет, конечно. Так, у Ярча четвёртая. В прошлой игре он в N500 играл, но этот раз совершенно другие тайминги. В прошлой, в одной из игр, по-моему, в прошлой, на 8.30 уже ультра выходила просто. И наполовину грейд был готов на броню. Прикиньте, какой тайминг хайва был. Вообще жесть. Здесь намного хуже тайминг, ну, в смысле, позже тайминг хайва будет, здесь и бил другой в целом. Хара с бандшами, в общем, здесь оверсир, но пока затишье. Хайв понерчает, здесь 2-1 грейд. В смысле, грейды-то у массы хорошие. Я бы сказал, 2-1 уже. Четвёртый ЦСФ. Правильно. Я не знаю. Как бы всё равно Зерк ничего особо не сделает. Гидророуч, у универсия сейчас вот вперёд движение начинается. Здесь 3 королевы, в тылу против двухторов осталось. Это не очень хорошо. Франсьюз был там один, по-моему, и в итоге Нерч прогоняет Творов. Чуть-чуть до Массы увёл одного. Вот сейчас Медилаг уничтожен бы был, то и Тор был бы, соответственно, уничтожен. Плюс 13 гидралов у Нерча, он третью идёт отменять, насколько я вижу. Здесь есть танки, как бы, Масса, по идее, должен отбиться. Ну, не факт. Видят, Нерч, что Барак здесь халявный висит, Барак будет бить, значит, Факторок пока не добавить. Ну, Факторок у Массы 5 ему пока и не надо. Тысячу четвёртый он займёт, то надо будет больше Старпортов, Факторок. Ну, Старпорт-то висит Барака может добавлять при наличии ФакТ, а вот ФакТи без Барака нельзя добавлять, соответственно. Нерч прям в наглую сюда Крип хочет напилить снизу. Масса видит, что Роуч и Гидрака второй пошла. Нерч пробивает Депуху, но не стал лезть наверх. И правильно, здесь три танка, зачем туда лезть вообще? Хорошо, два Гидральска сюда шли. Даже против Хелбата выстояли какое-то некоторое количество времени. А вот и Хараса на мэне. Не рабочими Гидру отбивать она вообще, ребята, просто расстёбывает. Это как Чужие 1, ё-моё, просто только Гидральска 2. Минуснулось много людей, короче. И на открытой местности. Ещё несколько рабочих нечего забирал. 14 нафигачил, ё-моё, уже да. 15. И здесь ЦЦеха была отменена. А вот я, кстати, проморгал, кто её отменил. Гидра, наверное, как-то отменил. А, или я показывал, что уже туплю, если честно. Кто-то устал от Старкрафта за последнее время. Всё, холочь, побегать никак не побегать. Мовер-минус, масса выходила. Здесь 5 вайперов с полной энергией. Здесь просто всё, зелёнки будут. Всё заблокировано будет. Всё время, причём, это всё будет заблокировано. Медиваки притягиваются, притягиваются. Масса пишет ГГ. 3-0, ребят, нерщизи. Так, вы видите. Так, Блайниб час, да Блайниба написано. Ну, не знаю, короче, не знаю. Блайчик ждёт, что-то сидит. Проба Бьян там снизу. Очень много всё играется сейчас. Нерщ Стру, кстати, будет биться. Где он будет биться Стру, интересно. Тоже может посмотреть, но это ЗВЗ, правда. Ну, не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, варди на Америку пошел, давайте-ка я то что доведу. Продолжение следует... Солар и Агуст сейчас будете, я так понимаю. Дядь-ка, на евро на секунду свалю. Нет, тут ничего вроде не происходит. Как бесит, вот эта хрень что-то. Что вот это происходит, ребят? Прыгаю хоть сюда куда-нибудь, я не знаю. Агуст теперь Зерк, он же тираном раньше был, я помню. Короче, ребят, рекламу пилю. Помните про облоки, поддержите меня на мой канал. Мне надо дойти и позвонить, ждем начала этих игр. Сейчас ФП вначале посмотрите, я вернусь сейчас. Пусть плотно мочи, ну стараюсь подряд прыгать как бы. Ну а что делать-то? Еще ждать я не вижу смысла чего-то там другого. Ох, уж непонятка, а что начнется. Надо все смотреть подряд. Когда все смотрите подряд. Продолжение следует... 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 Солары и роучи 7.10 плюс 1, лейер 3. Рабочих все-таки в плюсе. От Солара улын будет с роучами продолжение улына получается. Просрал я густ. Собак тут в часть на Соларовских лингах. Надо роучь Ворона и Агузу. Дождаться там может будет какой-то шанс, потому что Солар сейчас выход будет серьезный. Кстати, овер висит, вообще ни хрена не видит этот овер, это просто печаль. Вообще прикалывается Агуз. То есть он не знает, что Солар к нему уже идет. 41.12 по-боевому. Это жесть. Это проигрыш, скорее всего. Хотя, смотрите, заказ будет хороший сейчас у Агуза, если он чисто роучи закажет. У него и лимит есть, у него все есть, чтобы роучи заказать сейчас. Взрываются бэны. Здесь роучи линги прибегают. К тылу там собачки. Ну, у Солара-то сколько роучи вперед идет? 11. А тут всего 12 заказит. Все в разрозненно выходит. Плюс собачки. Ай-яй-яй-яй, какая боль. Плюс один не готов еще на роучи. Ну, дроны с собак отбили. Роуч выходит в бой. Сразу же бросает их Агуз, естественно. Что ему делать еще? Это и нужно делать, естественно. Ну, близко, очень близко здесь будет. Если Агуз отобьется, то на грани он здесь отобьется. Хотя вот с таким контролем качать роучи не дерет. Вообще он не отобьется вообще. Так, секунду что ли, да? Ого. Я засчитал в какой-нибудь виде. Без сверождения минералов... ...вырув». Абопila от телоуч生. Аллай, что вверх, так. Т yoga от телоучий. Абопили harmsi линги. Доклад! Продолжение следует... 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 Солар 2.0 Третья карта, ребят. Путь на Аюр. Поехали. Красный Ягус. Желтый Солар. Позиции Солар 5. Ягус 11. Ну, и опять Солар делает пул газ самой ранней. Посмотрите, без заказа дронов вообще. Или нет, ведь заказывал. Да, заказ был один давно дрона. То есть опять такой же билд, как и в прошлой карте. Солар считает, что его исполнения достаточно, чтобы Ягуса минуснуть, даже если Ягус что-то поймет или уже подстраиваться под него будет. Ну, я с ним согласен. В принципе, я думаю, достаточно вообще. Ягус 17-я хата будет. Похоже, что да. sampai сalystся. Продолжение следует... Продолжение следует... Между минералами сныкать, в принципе. Пошла инъекция. Солар ждет, как раз таки, чтобы выбежать. Ну, восьми лингами бежит, смотрите, плюс еще два. Это, кстати, палевно, как мне кажется, так бежать. Хотя, хз, если овера будет оббегать, может и не особо оббегает. Да, овера через верх вообще по дальнему маршруту бежит Солар. То есть это скрытый пуш будет. В прошлый раз он показывал, как будто безгазовый пул делает и пушил, а в этот раз вообще скрытно оббегает. Крат поддержал ваш канал на 300 рублей. Спасибо, Крат, тебе большое. Куда собаки-то бегут? А, ну здесь вне вижена Ягузовского... Так, четыре линга такие. Все, скорость готова, скорость есть. Надо врываться на хг сюда. Плетки сразу Ягуз... Пошли, что у него есть по-боевому-то? Четыре собаки. Ягуз вообще не ожидает от Солара таких билдов, по-моему. Бейлинги идут вперед. Королевы в рампе уже стоят. Надо ждать, пока собаки все вместе соединятся. Потери пока что три собачки у Ягуза. Ой, Ягуз пускает Солара на хг. Бейлинги все взрывают. Королевы окружены, да детонируют и Бейна-то. Что ж ты там не... На ошибку Солара сейчас мог детонировать Бейлинга просто и... На плетку накидывается. Да взорви ты его, наконец-то. Ну что ж ты делаешь-то, блин, корейцы, когда таких хер делают, меня просто поражает, вообще. Так, какие ставки? Да я не пилю ставки. Почему? Зарывается все нафиг. Я на Ливу на Испорте пилил, когда там было у меня копейки от рефералов. Вот. Просто и... Был у меня 5 баксов, я... 137 у меня было баксов. Я уже поднял и все просрал. Теперь Бейлинг не пилит. Твои деньги стараюсь не ставить. Я как бы... Может быть наоборот плюс бы от этого был. Ну, нахрен. Короче, риск этот весь. Так, продолжает Солар нагрызать. Что, и Агузовские Бейны? Да, это и Агузовские Бейны здесь делаются. Плюс Те Агуз-то здесь каким-то чудом отковырялся. То есть может проиграть Солар получается здесь. Не может, он проигрывает уже. Но вот два Бейна из-под Тишка идут вперед, бабах, и рабочих уже меньше у Агуза. Их 11 остается. А у Солара 13. Ну, теперь шансы появляют. Солара больше. Полимит надо догрызать. Вот еще один дрон. 9 в 13, ребята. Печаль. Агуза боевого, правда... А нет, у Солара больше. Не понимающие, где Бейны. Вот это и Агузовские красные Бейны. Солар продолжает разводить, продолжает врывы делать. Вот сейчас нужно было 4-2 Бейлинга в пользу Солара разменять. Он что-то затупил. Что он делает? Прямо под этими минутами Морфи со своих Бейнов. Просто Агуза на дурачка наглую разводит вообще. Ну, нафиг так-то делать. Вон там дрон дамаженный в мясо. Солар вперед чуть не врывается. Вот еще 2 Бейнового Солара снизу делается. Хорошо, готов, взорвался. Для Дота, да. Я булдение. Просто на Доту 80 баком запилил. На ВП, там на все дела. КФ 1.2. Думаю, ну ладно, этих-то вынесут. Конечно же, СНГ Гейминг вынесут. Там хер кого вынесли. Всем просрали. Все. Все минус 80, короче. Так, еще 2 Бейна от Солара приходят. О-о-о-о! 7 на 23 по лимиту. Вот реально Солар напором берет. Ну, тут ни хера. Вроде казалось бы, стабилизирует и уже 2 хаты против одной. Нифига не расконтролить. Солар прет и прет, прет и прет. Солар прет и 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 прет Спасибо, крат. Еще раз тебе. За три сатеночка. Ну, что-то на, теперь ждать вообще. Спасибо. Спасибо. Саблай с Нибом подвигается. Син-син спрашивает, я не знаю, на самом деле, как было. Не будет, надеюсь, скоро что будет уже. В общем, ждем. Син-син спрашивает. Син-син спрашивает. Син-син спрашивает. Син-син спрашивает. Син-син спрашивает. Тихо. Ну, 30 минут еще, да, было. Нибо, по идее, как бы. Hero Illusory убил с Ютермалом. Будет, кстати, вот это интерес к Hero Ютермалу. Следующие туры уже поинтереснее. Будет там, как бы, не будет у кого-то дикого преимущества. Прямо. Прямо. Продолжение следует... 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 ой циклонов как много ребят танчики то заблочили они жесть как вообще больно все это тут охренел этот вообще просто выход вал отбил фьючер просрал весь нелепый зато баншу забрал района еще существенно конечно помогает сейчас три танка атаковали циклоны там терпели бы нормально дэмоджи вы получали это откуда взялась дерьмище я пока ничего не происходит варди можно подрестримить только и все больше не больше чего нет это опасная хораст уж просто сейчас циклона несколько захватит и медивак не уйдет они очень быстро дэмодж изначально вносят потом конечно медленно как и раньше то есть причем степок ассоал это цветы медовации сомали не Так, минус 5.8.7. Ну, там Био. Кстати, у Фьючера играл всё время в мех. И с, по-моему, соулом даже КВТ в мех играл. Да, тут Био прям решил. Ну, интересно прям, что тут будет. Опять выход пошёл. Кстати, двухбазовый выход. Четыре танчика в нём есть в этом выходе. Так, танки сиджатся. Ой, циклоны тут отлетают вообще. Одни циклоны у Сейтера. Ё-моё, кого он тут собрался убивать? ГГ вообще в хлам. Уничтожено, оказывается. Варди должен быть здесь. Ну что? Не против Блая, по идее. По идее сейчас должно быть. Но это не точно, как говорится. Варди должен быть здесь. Варди должен быть здесь. Продолжение следует... 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 Так, ну всё, хост есть. Видимо, первая карта Европ, потом американские серверы. Навряд ли ты не согласился с Блайм всё на Евро играть. Всё, поехали. То, чего долго ждали. Блайнип, ребят, будет интересно, безусловно, но... Но Блайм будет явно тяжело. Особенно сегодня он, конечно, фьючеры этого американца 3-0 пробрил, но, честно говоря, смотря его потуги, как там он с ним играл, я не знаю, что с ним он будет, даже боюсь представить. Ну что, в 5-0-0 глубоководный риф. Вот НИП 11 часов жёлтенький, Блайй синенький на 5-ти. И... куда это Блайм поехал? Слушайте, это прокси-хата, а НИП с пилона идёт вообще в разведку. Или что это Блайм? А, он тут на третью выводит дрона. Кажись, Блайм знает, что у них любят хату блокировать, поэтому заранее просто на третью поехал. Так, хат заказан на 6-ти, и вторая, получается, далеко, далековато. Вот, а далее что? Далее пул пошёл, газ пул, Блайм. НИП хочет узнать, где же хата. Вот она, хата. А, и проверяет, нет ли прокси-хата. А Блайм, что за... Когда ты не видишь хату на второй базе у Блайя, всегда можно с вероятностью 50-50 проверять всё. Ну, в смысле, проверять-то надо всё, но с вероятностью 50-50 это или где-то вот сныгана она на третью, либо это прокси, потому что Блайм и прокси-хата очень любят делать. Сами вы, я думаю, прекрасно это знаете. Так, дроны переводятся. С газа снимает Блайм всех, кроме одного дрончика. 16 на Мэй не осталось. Всё, 2 по 2. По 2, точнее, просто на минерал. Надеюсь, на 3-ти поехали вообще. Две собачки на Мэйн, ребятки. К нибудь забегает, ё-моё, Блайм. Вот нет бы с контроля сразу в пробку, убил бы... Посмотрите, сколько дэмэджа внёс просто. Где-то под... Вот одну убил, хоть окупились собаки. Ну, наверное, дэмэджа... Сколько там, 20 только поля, 60... Где-то 70-80 дэмэджа убился. Это на 2 пробки хватало до того, как Блай доел одну вообще. А вот тут 2 адепта к Блайм пришли, и они не убьют так мало дронов, как Блайм. Ё-моё, королева не дерёт. Кто провал от Блайм? Вообще жесть. 4-6. 7-. Нет, 7 не минус. Нет, 7 минус. Просто этот выжил, ребята. Провал полный, я бы сказал. 19-34 по рабочим. Не самая лучшая ситуация, которая могла бы быть. Они в Старгейд ещё играют, при этом ещё плюс гейт. Продолжение следует... Так, Нимк 3 прилетел. Здесь Блайм готов. Продолжает что-то оракулу летать, ребят. Продолжение следует... Опять ножок Нимб 6 дронов, ребят, Блайм. Ну, короче, провал полный от Блайм, ребят. Всё везде. Ну, в общем, ситуация ужасная. Вы видите, рабочий по этой игре 13 слил. Контратакует, конечно. Нет, кстати, отменит третий Нексус-то Нибу Блайм сейчас. Скорее всего. Хотя, не, не, 3 адепта ещё в аркции. Чё он пилон грызёт? Зачем ты, Блай, грызёшь пилон? Всё, адепты сливаются. В это время Овер отдаётся там сверху. Блайм выбил, но достаточно ли собак, чтобы сам Нексус убить? Ну, два пилона Блайм сможет Нибу минуснуть, я так полагаю. Вот ещё один пилончик минус. Оракулы возвращаются. Ну, на Нексус стил не хватит. Тем более, Оракул вернулся сейчас. Сорок шесть, пятьдесят три рабочие в пользу Ниба. Двадцать вообще лимит он в целом. Плюс, то есть, по боевому провалу. У Блай гидроден, а у Ниба уже колосс строится. То есть, у Блай только скорость гидры сдали заказ, здесь уже колосс. То есть, здесь уже контра как бы слепая была. Ой, королева, минус кажется или нет? Нет, ушла чудом. Ещё и Оракулы чуть не сбил. Блай, один хп у него, ем, куда-то здесь королев тоже бегает, не понять куда. Проморгал Блайв рыбы все. Колоссик первый. Пришёл чаш, колосс ещё дальность. Кстати, юнитов-то маловато у него. Ну, бла, нет сил, чтобы этих маловато юнитов убить. Девять гидролисков. А, нет, девять четырнадцать плюс линго. Не, ну гидролинго Б, гидролинго Пуш, конечно, да. Здесь это всё очень интересно. Выход от Нивы просто на этих трёх юнитах наглеет. Ну да, Крип отодвинул нючка назад. Ну, мне кажется, самое разумное было бы сейчас было б Люркер Дэн поставить и пытаться с Люркер Дэном давить. В процессе пуша, чтобы ещё Люркер Дэн был. Тогда, может быть, что-то получилось. Голый гидролин с собачками, ну как тут колоссов. Мне уже с рейнджом две штуки сейчас будут. Стазисы везде ставятся. Упс, работал, кстати. Стазис собаки погибшие вот эти его сдетонировали, а остальные убежались. Никто, он сработал, никто не заблокировал. Сейчас интересный момент такой был. Так, да варпти штурмяков у Нива. Это Архун и Шторм не собирается пока делать. То есть, наверное, пуш какой ещё будет вообще. Гидролин с Блайовским полетел, да? Один минус. Здесь Блай пытается на два направления такое Нива поразводить. Ну, кстати, самое удивительное, Блай по лимиту близко к Ниву держится. То есть, у него такой же почти лимит, несмотря на то, что рабочих он чуть ли не на пятнах у проседает. То есть, на пятую часть меньше, грубо говоря, 75-60 возьмём цифры за основу. Ну, здесь поменьше, конечно, у Нива. Вот. Ну, а вот сейчас у Блая печаль. У него эволюшенов нет, грейды вообще по нулям не делаются и не пытаются Блай делать. Ну, вот люркер Дэн, на него есть некая надежда, потому что газа 600 вроде как есть. Если Блай штук 8 люркеров запилит, сюда вкопается, может что-то у него выйдет. Но Нив вроде как армию расплетел и ждёт Блай, короче, люру в рейх. Ну, тут много помимо люры гидролингов-то тоже много. Вот Нив сейчас куда-то тут ходит. Куда Нив ходит? Так, Блай заходит на ХГ. Гидра, чё тупились? Колос, чё Блай туда-сюда всё проверяет? Вот Лю...